Американское движение Это касалось клубка конституционных вопросов, когда поступал аргумент по поводу пределов, до которых можно вмешаться в сферу обращения частной собственности в отдельных штатах, где местные законы ее и защищали, или даже на территориях, которые еще не были провозглашены штатами. Более того, политики, выступавшие за запрет рабства, выдвинули на передний план вопрос, лежащий в основе конституции и действительно служащий стержнем политической жизни каждой европейской страны. Кому принадлежит последнее слово? Носителем верховной власти провозглашался народ. И здесь все выглядело ясно. А что являл собой этот народ? Большинство его представителей в Конгрессе или населении отдельных штатов, представленных депутатами законодательных собраний штатов и утверждающих неоспоримость своих прав даже перед Конгрессом? Таким образом, к середине столетия рабство стали связывать со всеми без исключения вопросами, поднимавшимися американскими политиками. Эти крупные проблемы долгое время служили уравновешиванию власти между южными и северными штатами на стабильном уровне. Несмотря на то, что север располагал небольшим численным превосходством, в Сенате, где каждый штат представляли по два сенатора вне зависимости от численности его населения или размера, сохранялось необходимое равенство голосов. Вплоть до 1819 года новые штаты принимали в юнион на паритетной основе. Один рабовладельческий на один свободный. К тому времени набралось по 11 штатов каждой категории. Затем наступил переломный момент, когда дело коснулось приглашения в союз штата Миссури. В дни перед приобретением Луизианы, французским и испанским законами, рабство там разрешалось. И европейские поселенцы в Миссури рассчитывали на продолжение действия данного положения. Когда конгрессмен от одного из северных штатов предложил внести запрет на рабовладение в конституцию нового штата, жители Миссури даже не стали скрывать своего возмущения, и те же самые эмоции испытали представители южных штатов. По поводу местных льгот возникли большие публичные недовольства и развернулись дебаты. Речь даже шла о выходе из союза. Вот какого накала достигли чувства южан. Причем нравственному аспекту проблемы большого внимания не уделял практически никто. И все еще существовало политическое решение вопроса через компромисс по Миссури, которым допускалось признание штата Миссури водчиной рабовладельцев, а для равновесия следовало принять союз штат Мэн и запретить дальнейшее расширение зоны рабства на территории Соединенных Штатов к северу от линии широты в 36 градусов 30 секунд. Тем самым подтверждался принцип, согласно которому Конгресс пользовался правом на запрет рабства для новых территорий, если на это появится воля его депутатов, но не наблюдалось ни одной причины полагать, что вопрос возникнет снова, причем на долгое время. На самом деле все так и было до тех пор, пока не сменилось целое поколение. И кое-кто уже предвидел американское будущее. Бывший президент Томас Джефферсон, составивший проект Декларации Независимости, написал, что он счел его сразу же могильщиком Союза. А еще один будущий президент написал в своем дневнике, что проблема Миссури выглядела откровенным предисловием, даже титульным листом, к огромному тому большой трагедии. Все-таки трагедия щадила Соединенные Штаты на протяжении еще 40 лет. Напомним, что в то время американцев больше занимали совсем иные дела. Прежде всего территориальная экспансия и к тому же до 1840-х годов не стояла задача присоединения областей, подходящих для возделывания хлопка и требующих массированного рабского труда. Но в скором времени появились силы, занявшиеся подготовкой общественного мнения, к большим волнениям, и они себя вполне оправдают, когда общественность, что называется, развесит уши. В 1831 году в Бостоне открылось издательство газеты, сотрудники которой взялись агитировать своих читателей за безоговорочное освобождение негритянских рабов. Так начиналось движение аболиционистов с их все более агрессивной пропагандой, нажима на политиков в ходе избирательных кампаний на севере республики, оказание помощи беглым рабам и сопротивление их возвращению владельцам после поимки, даже после получения вердикта суда об их возвращении хозяевам. На таком фоне, созданном аболиционистами, в 1840-х годах поднялась борьба по поводу условий, на которых следует признать территорию, отторгнутую от Мексики. Спор закончился в 1850 году новым компромиссом, но он тоже продержался недолго. С этого времени политиков сковывали настроение в народе, будто бы южных вожаков подвергают преследованиям, выставляют их жертвами, а южане стали проявлять все больше высокомерия и выставлять образ жизни их штатов единственно правильным для Америки. На приверженцах национальной партии уже сказалась проблема равовладения, демократы уперлись в окончательный характер решения 1850 года. В следующее десятилетие унаследованные проблемы принесли настоящее бедствие. Потребность в организации Канзаса послужила срыву перемирия, опиравшегося на компромисс 1850 года, и вызвала первое кровопролитие, так как аболиционисты попытались заставить жителей Канзаса, одобрявших рабовладение, разделить их воззрение. Появляется республиканская партия, как протест по поводу предложения, чтобы народ, живущий на территории Канзаса, сам решил судьбу своего штата, как рабовладельческого или свободного. Канзас находился к северу от линии широты 36 градусов 30 минут. Гнев аболиционистов теперь тоже возрастал каждый раз, когда законом оправдывали рабовладельцев, как это произошло в известном случае, когда вердиктом Верховного Суда в 1857 году, так называемое дело Дреда Скотта, раба вернули его хозяину. На юге, с другой стороны, в такого рода протестах, народ видел подстрекательство к недовольству среди негров и призывы к использованию избирательной системы против южных свобод. У такого вывода имелись все основания, так как аболиционисты, по крайней мере, не признавали никаких компромиссов, хотя не могли заручиться поддержкой республиканской партии. Кандидат на президентских выборах 1860 года от республиканской партии программой своей кампании, касавшейся рабства, предусмотрел запрет на рабовладение на всех территориях, которые предстояло включить в союз в будущем. Для некоторой части южан это уже выглядело чрезмерным. При том, что демократам не удалось преодолеть своего раскола, народ Соединенных Штатов в 1860 году проголосовал исключительно из местных интересов. Кандидата от республиканской партии Авраама Линкольна, ставшего величайшим из американских президентов, выбрали жителей северных штатов с избирателями двух штатов Тихоокеанского побережья. После этого терпение большинства южан лопнуло. Власти Южной Каролины формально объявили о выходе из Юниона из-за недовольства результатами президентских выборов. В феврале 1861 года к ним присоединились власти еще шести штатов, и за месяц до приведения к присяге президента Линкольна в Вашингтоне конфедеративные штаты Америки, провозглашенные ими, уже располагали собственным временным правительством и президентом. Обе стороны обвиняли друг друга в революционных замыслах и поведении. И ведь с ними не поспоришь. Все так и было. Суть позиции северян, как видел ее Линкольн, заключалось в том, чтобы выше всего чтить принципы демократии. И такое заявление несло в себе откровенный, потенциально безграничный революционный смысл. В конечном счете северянам удалось добиться настоящей социальной революции на юге республики. В то же время в 1861 году южане утверждали, и еще три штата присоединились к конфедерации, как только прозвучали первые выстрелы, свое право на организацию собственной жизни, по примеру, скажем, революционных поляков или итальянцев в Европе. Грустно сознавать, но в целом возразить нечего, так как националистические требования с либеральными атрибутами, в точности совпадают весьма редко. Полного совпадения мы ни разу не наблюдали, но вот отстаивание права на рабовладение, к тому же, оказывалось еще и отстаиванием права на самоопределение, при том, что на кону, совершенно определенно, находились такие важные принципиальные вопросы. Все происходило в конкретных, личных и местных номенклатурных условиях, в которых весьма затруднительно четко провести линии деления республики, решающие для нее момент истории. Эти линии пролегали через семьи, города и деревни, религиозные объединения, а иногда отделяли целые группы различных окрасок. Трагедия гражданских войн выглядит именно вот так. Однажды начавшись, война набирает собственный революционный потенциал. Многое из частного воздействия, что одна сторона назвала мятежом, а вторая сторона — войной между штатами, выросло из потребностей той борьбы. Потребовалось четыре года на то, чтобы силы юниона разбили отряды конфедерации, и за это время Линкольн значительно пересмотрел свои цели. В начале войны он говорил только лишь о восстановлении надлежащего положения дел, народу он говорил о происходивших в южных штатах событиях и называл их слишком мощными, чтобы подавлять обычным порядком судопроизводство. Они требовали вооруженного вмешательства. Это воззрение переросло в последовательное подтверждение того факта, что суть той войны состояла в сохранении юниона. Цель Линкольна в его борьбе заключалась в воссоединении штатов его составлявших. Долгое время он не мог порадовать тех, кто ждал от войны отмены рабовладения. Но в конце он возвратился к этой своей задаче. В 1862 году Линкольн располагал всеми основаниями для заявления в публичном письме следующего. «Если бы я мог спасти юнион без освобождения какого-то раба, я бы это сделал. И если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы это сделал. И если бы я мог спасти его, освободив некоторых и оставив других в покое, я также сделал бы это». Но он поступил так в момент, когда уже решил, что должен объявить об освобождении рабов в мятежных штатах. Это решение вступило в силу в первый день 1863 года. Тем самым, наконец-то, реальностью стал ночной кошмар южных политиков, хотя подчинились они только из-за войны. Природа борьбы вокруг проблемы рабовладения подверглась преобразованию, хотя заметили перемены далеко не сразу. В 1865 году власти предприняли заключительный шаг в исправлении Конституции, положениями которой теперь на территории Соединенных Штатов повсеместно запрещалось рабовладение. К тому времени конфедерация потерпела поражение, Линкольна злодейски убили, но дело, суть которого он сформулировал в бессмертной фразе «управление народом волей народа ради народа» находилось в надежных руках. После военной победы, одержанной сторонниками этого дела, оно едва ли казалось однозначно благородным или справедливым всем американцам без исключения. Но его триумф сыграл свою роль в истории не только Америки, но и всего человечества. Оно считается единственным политическим событием века, явление которого повлекло за собой такие же далеко идущие последствия, как, скажем, промышленная революция. Той войной определилось будущее американского континента. Одной великой державе предназначалось господство над Северной и Южной Америкой, и ей же предстояло освоение ресурсов богатейшей нетронутой еще водчины, когда-либо достававшейся человеку. Этим фактом в свое время определился исход двух мировых войн и тем самым ход всемирной истории. Генералы армии-унионистов к тому же решили так, что преобладать в американской политике будет система, по сути своей, демократическая. Возможно, не всегда с ней можно согласиться в том смысле, какой ей предавал Линкольн, но политическим атрибутам, которыми в принципе предусматривалась власть большинства, с тех пор практически ничто не угрожало. Случайным совпадением можно назвать связывание демократии с материальным благосостоянием в представлении американцев. Апологеты промышленного капитализма в США отыщут громадный источник идеологических аргументов, удобных в любом споре с критиками этого капитализма при последующих поколениях. Не следует забывать и о прочих внутренних последствиях. Наиболее очевидными выглядели новое сражение вокруг требований, завезенных в Америку африканцев, полного равенства и демократических прав для себя. Прежде барьером, отделяющим подавляющее большинство черных рабов, всегда можно было встретить небольшое число свободных африканцев, считающих себя американцами, от белых, служило подневольное их положение в обществе, и такое их положение закреплялось правовыми санкциями. С отменой рабства ушла в прошлая структура юридической подчиненности, а на ее место водрузили структуру или миф демократического равенства, когда очень немногие как-то вдруг обрели свободу. К тому же никто заранее не позаботился об их просвещении, привитии трудовых навыках, кроме тех, что им требовались на плантации, и часто, по крайней мере для начала, никто не назначил им собственных вожаков. Естественно, что они обратились за помощью к начальникам гарнизонов оккупационной армии Юниона, но в скором времени убедились в том, что те точно такие же расисты, как уже известные им южане. После окончания оккупации негров из законодательных органов и государственных учреждений Южных Штатов, в котором их дали возможность недолго послужить, погнали. В некоторых местах они к тому же исчезли из кабинок для голосования. Правовую недееспособность негров заменили социальным и физическим принуждением, которое иногда казалось более тяжким, чем прежнее положение раба. Раб, по крайней мере, представлял ценность для его хозяина в качестве некоего вложения в капитал. Он пользовался защитой наравне с любой другой собственностью, и ему обычно обеспечивалась минимальная гарантия и уход. Конкуренция на свободном рынке труда, в момент, когда экономика просторных областей Юга лежала в развалинах, а обнищавшее белое их население едва справлялось с борьбой за собственное существование, выглядела настоящей катастрофой для многих негров. Но, несмотря на постоянные притеснения со стороны белых расистов, требовавших подчинения негров, и экономические лишения, большинство негров радовалось своему освобождению, и им удавалось отыскивать способы одновременно для физического выживания, а также улучшения своего социального и общеобразовательного положения, даже при том, что еще через сотню лет снова на повестке дня Южных Штатов будет стоять вопрос полного равенства негров с белыми. Напомним, что после той войны в Соединенных Штатах сохранилась двухпартийная система. По сей день республиканцы и демократы продолжают делить между собой пост президента США, причем третья сторона в их спор вмешивается очень редко. До 1861 года ничто даже не указывало на возможность появления у них другого соперника, пришли и ушли многие партии, основатели которых пытались отражать разнообразные движения, образовывавшиеся в американском обществе, но война повернулась так, что демократической партии досталась приверженность делу, которому служили южане, и поэтому с самого начала на всей партии лежала печать вероломства. До 1885 года на пост президента США демократов не избирали. Соответственно, республиканцам досталась поддержка жителей северных штатов и надежда радикалов, которые видели в них спасителей юниона и демократии, а также освободителей рабов. Пока все несоответствия существовавших стереотипов прояснились, американские партии настолько глубоко укоренились в своих штатах, что их преобладание в них, уже не говоря о поддержке, оставалось бесспорным. Американская политика в 20 веке пройдет через внутреннее преобразование двух этих великих партий, которое давно отражало их примитивные источники происхождения. На рассматриваемый исторический момент республиканцы 1865 года выбрали свой собственный путь движения. Возможно, если бы Авраам Линкольн тогда жил, они нашли бы способ соединения как минимум некоторых элементов, позаимствованных у южан. В исходном же положении все принятые ими политические меры по восстановлению потерпевшего поражения и опустошенного юга только усугубили задачу реконструкции. Многие республиканцы честно стремились использовать власть, которой они пользовались, на обеспечение демократических прав негров, тем самым создали условия для будущей гегемонии демократов на юге США. Но к 1870 годам практически все те, кто поддерживал республиканцев на севере, отказались от политических целей реконструкции. Они просто хотели возвращения к стабильности и делали упор на национально-экономической экспансии, даже если она означала бы пренебрежение постепенным решением гражданских прав негров на юге. Экспансия Америки продолжалась 70 лет, и ее территория уже выглядела непомерной. Ее нагляднейшим проявлением стали громадные просторы. Теперь приближалась очередь небывалых экономических достижений. Этап выхода Америки на рубеж, где ее гражданам достанется самый большой доход на душу населения в мире, уже наступал в 1870-х годах. В условиях возникшей эйфории по поводу тогдашнего мощного процветания и больших ожиданий все политические проблемы казались на некоторое время полностью решенными. Под властью республиканских администраций американцы обратились, причем не в последний раз, за заверениями в том, что дела в Америке относятся к деловой сфере, а не к области политических дебатов. Южные штаты оставались по большому счету нетронутыми новым процветанием и еще дальше отстали от севера. У их жителей отсутствовали политические рычаги воздействия на власти до тех пор, пока не появилась проблема, требовавшая поддержки демократам в других сферах жизни. Между тем, жители севера и запада могли оглянуться назад с уверенностью в том, что поразительные изменения предыдущих семидесяти лет обещали еще более благополучные времена впереди. Иностранцы тоже могли все это почувствовать. Именно поэтому их все больше переселялось в США. Два с половиной миллиона человек только за 1850-е годы США кормили население, которое выросло с чуть больше 5,25 миллиона человек в 1800-м году до без малого 40 миллионов в 1870-м году. Около половины из них к тому времени жили к западу от Олеганских гор и их подавляющее большинство обитало в сельских районах. С прокладкой железных дорог открывались для заселения и освоения великие равнины, остававшиеся до тех пор целинными землями. 1869 год отмечен завершением строительства первой трансконтинентальной железнодорожной ветки на новом западе США предстояло приступить к величайшему наращиванию сельскохозяйственного производства. Из-за нехватки рабочих рук уже во время войны прошли испытания сельхозмашин в количестве указывающим на передовую фазу аграрной революции в мире, благодаря которой Северная Америка превратится в житницу Европы. И однажды Азии тоже. К концу войны на американских полях насчитывалось четверть миллиона одних только механических жаток. Впереди лежали великие годы промышленного роста США. Соединенные Штаты еще не стали индустриальной державой, сопоставимой с Великобританией. В 1870 году промышленным производством занималось меньше двух миллионов американцев. Но фундамент для индустриализации уже появился. При наличии крупного состоятельного внутреннего рынка перспективы американской отрасли выглядели весьма светлыми. Расположившись на пороге своего самого надежного и успешного периода истории, американцы вполне искренне позаботились о судьбе отставших от них соотечественников. Гуманизм в общем смысле этого слова давался им без большого труда, так как американская система вполне себя оправдывала. Негры и нищие европеоиды юга теперь присоединялись к индейцам, считавшим стабильными неудачниками на протяжении двух с половиной веков, о которых как-то подзабыли. Новую бедноту растущих северных городов не следовало, скорее всего, считать сравнительными неудачниками. Они выглядели, по крайней мере, такими же или даже более зажиточными, как беднота Андалусии или Неаполя. Их желание переехать в Соединенные Штаты служило доказательством привлекательности нового света для жителей великих держав Европы. Причем его привлекательность выражалась не только в материальном виде. Помимо никому не нужного мусора существовали еще так называемые неорганизованные массы, желавшие свободно дышать. Соединенные Штаты в 1870 году все еще служили источником политического вдохновения радикалов всей планеты, хотя их политическую практику и теорию тщательнее перенимали в Великобритании, где народ связал одновременно одобрительно и неодобрительно демократию с так называемой американизацией британской политики, чем в странах континентальной Европы. Такое трансатлантическое влияние и связи служили аспектами забавных, перемежающихся, но все-таки стойких отношений между двумя англосаксонскими странами. Они обе пережили революционное изменение, хотя прошло оно для них совершенно разными путями. Все же здесь возможно достижение Великобритании в начале девятнадцатого века выглядит куда заметнее, чем преобразование Соединенных Штатов. Во время невиданного и потенциально смещающего социальные пласты подъема на протяжении жизни всего лишь одного поколения Британия превратилась в первое индустриальное и урбанизированное общество современной истории, причем властям Великобритании удалось сохранить свою поразительную конституционную и политическую преемственность. В то же время Великобритания выступала в качестве мировой и европейской державы, чем власти Соединенных Штатов никогда не занимались и правила Великой Империи. В таких исторических условиях ее власти приступили к демократизации государственных атрибутов, одновременном предохранении основных столпов свободы личности, для белых людей Соединенное Королевство в 1870 году казалось намного более консервативной страной по сравнению с демократическими Соединенными Штатами. Социальная иерархия, передававшаяся от рождения и через вотчину, когда это представлялось возможным, или в противном случае покупавшаяся за деньги, определяла стратификацию общества Соединенного Королевства. Сторонних наблюдателей постоянно удивляла та уверенность английских правящих классов, с какой они воспринимали свое предназначение править своим народом. На Британских островах не существовало никакого американского Запада, способного охладить глубокую опухоль различия свежим ветерком пограничной демократии. Канада и Австралия тянули к себе беспокойных переселенцев, но при этом они лишали их возможности поменять настрой английского общества. Политическая демократия вместе с тем развивалась быстрее демократии общественной. Даже если бы универсальное мужское избирательное право, уже укоренившееся в Соединенных Штатах, не внедрили до 1918 года, демократизация английской политики уже прошла точку невозврата к 1870 году. Это крупное изменение пришло через несколько десятилетий, при том, что в ней закреплялись глубоко свободолюбивые атрибуты, равенство перед законом, полная личная свобода, система представительной власти, английская конституция 1800 года на демократические принципы не опиралась. Стержнем ей служили представления определенного частного лица и исторических прав, а также суверенитета короны в парламенте. Случайности прошлого породили из этих элементов электорат, многочисленный по тогдашним европейским стандартам, но уже в 1832 году слово «демократичный» приобрело бранное значение, и мало кто думал, будто оно указывало на желанную цель. Для подавляющего большинства англичан так называемая демократия означало французскую революцию и военную деспотию. Но все-таки самый важный шаг к демократии в английской политической истории 19 века пришелся на 1832 год. Как раз тогда принимался парламентский акт, авторы которого внесли изменения в избирательную систему Великобритании, которая сама по себе к демократии никакого отношения не имела, и на самом деле, по замыслу тех, кто ее поддержал, предназначалась служить барьером для демократии. Реформой английской избирательной системы предусматривалась ревизия критериев представительной власти, устранение отклонений от нормы, таких как крошечные избирательные округа, находившиеся под полным контролем покровителей, наличие парламентских избирательных округов безупречно, пусть даже далеко от совершенства отражающих потребности страны растущих промышленных городов, но прежде всего требовалось изменить и упорядочить избирательное право. Оно применялось на основе сложного переплетения разнообразных принципов, присущих конкретным областям. Теперь главным категориям лиц, пользующихся правом голоса, относились свободные землевладельцы в сельских районах и домовладельцы, располагавшие или арендовавшие в городах жилье на уровне среднего класса. Образцовым избирателем в Англии считался мужчина, поставивший нечто на кон в своей стране, и это при том, что спор о точных условиях предоставления избирательного права принимал подчас самые причудливые формы. Сразу же после одобрения парламентского акта появился электорат, насчитывавший около 650 тысяч человек, и палата общин мало чем отличавшаяся на вид от прежней палаты. Как бы то ни было, находившаяся во власти аристократии, как и прежде новая палата общин, ознаменовала начало безмалого столетия, на протяжении которого британской политике предстояло подвергнуться полной демократизации, так как после первого изменения конституции ее можно было менять снова, и депутаты палаты общин все настойчивее требовали права на внесение поправок по собственному разумению, в 1867 году новым парламентским актом электорат Британии увеличился до почти двух миллионов человек, а в 1872 году поступило решение о том, чтобы воля изъявления избирателей проходила тайным голосованием. Вот вам очередной великий шаг к западной демократии. Данный процесс до 20 века завершить не получится, но он в скором времени принесет новые черты в характер британской политики. Медленно и даже неохотно представители традиционного политического сословия начали принимать во внимание необходимость в организации партии, которые представляли бы собой нечто большее, чем семейное объединение или парламентские клики по интересам. Потребность в них стала намного более очевидной после появления в 1867 году по-настоящему многочисленного отряда избирателей. Но осознание значения того, что общественное мнение в новых условиях требует более пристального внимания, чем при прежнем устоявшемся сословии, пришло раньше появление политических партий. Успех всех без исключения величайших английских ведущих парламентских деятелей XIX века основывался на их способности привлечь внимание к своим речам не только одних депутатов палаты общин, но и важных групп представителей общества за пределами парламента. Первым и, возможно, самым значительным примером следует привести сэра Роберта Пилла, считающегося родоначальником английского консерватизма. Соглашаясь с вердиктами на основе общественного мнения, он придал консерватизму гибкости, постоянно спасавшей его от бескомпромиссности, которой придерживались правы многих европейских стран. Великий политический спор по поводу отмены так называемого хлебного закона служит подтверждением данного тезиса. Дело касалось не одной только экономической политики. Речь к тому же шла о том, кто должен управлять страной, а также разгорались схватки вокруг парламентской реформы до 1832 года. К середине 1830 годов Пил принудил своих консерваторов к признанию вины за последствия реформы 1832 года, а в 1846 году он смог заставить их сделать то же самое по поводу протекционистских хлебных законов, исчезновение которых показало, что последнее слово установившемуся обществу больше не принадлежит. Расплата наступила, когда его соратники по партии, считающиеся цитаделью джентльменов своей страны, которые видели в интересах аграриев воплощение Англии и выступали в роли их защитников, обрушили на Пила весь свой гнев и отказали ему в доверии. Они совершенно справедливо ощутили общую тенденцию его политики, проводившиеся ради триумфа принципов свободной торговли, которые связали со средним сословием производителей. Их решение привело к расколу в партии и обрекло ее на паралич, в котором она пребывала на протяжении двадцати лет. Но Пил фактически избавил их от кошмарных сновидений. Объединив снова свою партию, он предоставил ей свободу бороться за поддержку электората, неограниченную обязательствами по отстаиванию экономического интереса одной только группы избирателей из нескольких. Переназначение британской тарифной и фискальной политики в направлении свободной торговли выглядела одной стороной, хотя во многом самой зрелищной общего согласования британской политики с реформой и либерализацией во второй, трети девятнадцатого века. В это время было положено начало реформы местного самоуправления. Обратите внимание на то, что в городах, а не в сельской местности, где главными считались интересы землевладельцев, принят новый закон о бедных, прошли слушания по законодательству, посвященному фабрикам и рудникам, после чего начался контроль за исполнениями силами инспекторов, проведена перестройка судебной системы, устранены препятствия на пути преследования протестантских нонконформистов, католиков и евреев, покончено с церковной монополией брачно-семейного права, существовавшей с англосаксонских времен, внедрена почтовая система и взялись было за исправление положения дел в государственном образовании, до которого никак не доходили руки. Все это сопровождалось невиданным ростом благосостояния народа, символом уверенности которого в светлом будущем стало проведение под патронажем самой королевы и руководством ее супруга в 1851 году всемирной товарной выставки в Лондоне. При всей склонности британцев к надменности, которую они проявляли в десятилетия середины правления королевы Виктории, следует признать, что гордиться собой они имели все основания. Их государственные атрибуты и экономика в то время выглядели крепкими и здоровыми, как никогда раньше. Далеко не всех успехи британцев радовали безоговорочно. Кто-то сетовал по поводу утраты экономической привилегии. На самом деле в Соединенном Королевстве по-прежнему наблюдались большие крайности в богатстве и нищете, впрочем, как в любой другой европейской стране. Разве что наблюдалось побольше оснований для страха перед ползучей централизацией. Парламентский законодательный суверенитет послужил тому, что бюрократия все больше захватывала области, недоступные на деле для вмешательства чиновников. Англии в девятнадцатом веке было еще очень далеко до сосредоточения власти в ее государственном аппарате в той степени, которая в наше время считается обычным делом во всех странах Европы. Все-таки кое-кого в народе волновала перспектива того, что она пойдет путем Франции, а судьбу этой страны с высокой централизацией государственного управления приводили в качестве достаточного объяснения неспособности достижения свободы, сопровождавшей французский успех в установлении равенства. В нейтрализации такой тенденции решающую роль сыграли викторианские реформы местного самоуправления, очередь некоторых из которых пришла только в последние два десятилетия девятнадцатого века, зато они продвинули всю государственную машину дальше к демократии. Кое-кто из иностранцев даже не сдерживал восхищения. Практически всех их удивляло, как, несмотря на ужасные условия английских фабричных городов, властям Соединенного Королевства неким образом удалось преодолеть опасные пороги массовых волнений, оказавшиеся фатальными для упорядоченного правительства в других государствах. Британцы сознательно предприняли мощную реконструкцию своих ведомств в то время, когда повсеместно повылезали на свет опасности революции и прошли свой путь невредимыми, зато укрепив свою мощь и увеличив богатство, причем в политике и государстве еще заметнее просматриваются принципы либерализма. Британские государственные деятели и историки торжествовали в подтверждении того, что сущность жизни нации заключалась в свободе сформулированной в крылатой фразе «расширяя от прецедента к прецеденту». Англичане явно всей душой верили в эту формулу, хотя общим принципом она не служила. Их страна не обладала преимуществом в виде географической удаленности и практической безграничности территории, доставшимся Соединенным Штатам. Но даже народам тех же Соединенных Штатов ради обуздания революции пришлось вести одну из самых кровопролитных войн в истории человечества. Как же тогда народу Великобритании удалось сделать все это? Так звучал наводящий вопрос. Хотя историки все еще иногда его задают, не думая о последствиях его применения в том смысле, что существуют определенные ситуации, обусловливающие революцию, и что британское общество явно их создавало. Однако всех этих предположений может и не потребоваться. В этом стремительно меняющемся обществе потенциальной угрозы революции может не возникнуть вообще. Многие коренные изменения, которые французская революция в конечном счете принесла в Европу, уже происходили в Великобритании на протяжении многих веков. Фундаментальные атрибуты государства, какими бы ржавыми или приукрашенными, они не выглядели со своими неуместными историческими наростами, могли обещать большие возможности. Даже в дореформенные дни Палата общин и Палата лордов выглядели вполне доступными для посторонних людей ведомствами, а не закрытыми корпоративными учреждениями многих европейских государств. Еще до 1832 года они доказали свою пригодность с точки зрения обеспечения новых потребностей, пусть даже медленно и с опозданием. Первый фабричный закон, по общему признанию, далекое от совершенства, оперативно приняли в 1801 году. Когда прошел 1832 год, появились надежные основания считать, что при достаточном нажиме депутатов парламента можно принудить к любым реформам, какие только потребуются. Никаких юридических ограничений его полномочий на такие решения не существовало. Даже угнетенной и разозленной части британского населения эти истины известны. В 1830 и 1840 годах, на которые пришлись особенно трудные для бедноты времена, зафиксировано немало вспышек отчаянного насилия. Известно множество имен революционеров, но поразительным представляется то, что самое массовое народное движение той эпохи, собравшее в себе самый широкий спектр протеста, назвали «чартизмом», и его участники требовали народной хартии, считавшейся их программой мер, когда парламент следовало сориентировать на народные требования, а не распустить вовсе. Но все-таки трудно себе представить созыв парламента ради обеспечения реформы, если только не назреют прочие необходимые для нее факторы. Здесь потрудитесь обратить свое внимание на то, что великие реформы викторианской Англии касались интересов среднего сословия, а также массы бедноты. К исключению можно отнести фабричное законодательство. Английский средний класс впервые выдвинул требования на свою долю в политической власти задолго до того, как сделал средний класс континентальной Европы, и поэтому у него появилась возможность на использование своей доли власти в интересах перемен. Его не посетил соблазн прибегнуть к революции как средству отчаянных мужчин, лишенных прочих путей к достижению своих целей. При этом сами английские массы тоже выглядят совсем не носителями великих революционных устремлений. Во всяком случае, их отказ от действий революционным способом вызвал большие сожаления у историков левого толка более поздних поколений. Много споров разгорелось по поводу того, не слишком ли тяжкая доля им досталась, или доля эта оказалась недостаточно тяжкой, а то и просто слишком большая разница существовала между различными отрядами рабочего класса Британии. Но все-таки следует упомянуть, что в этой стране долгое время нормой считалось социальное различие между высшими и низшими сословиями, удивлявшее иностранцев, особенно американцев. Более того, в Британии существовали организации рабочего класса, активисты которых предлагали альтернативу революции, они часто придерживались так называемых викторианских взглядов, со своим похвальным акцентом на круговую поруку, предусмотрительность, благоразумие и трезвость. Из элементов, составлявших великое английское лейбористское движение, только одна политическая партия, что носит это имя, еще не существовала до 1840 года. Остальные созрели к 1860 годам. Общество взаимопомощи, например, на случай беды, совместное ассоциации и прежде всего профсоюзы предоставляли эффективные каналы для личного участия тружеников в улучшении жизни рабочего класса. Эта ранняя зрелость общественных организаций должна была лежать в основе парадокса английского социализма. Его более поздняя зависимость от очень консервативного и далекого от революции профсоюзного движения, долгое время считавшегося самым массовым в мире. Как только миновали 1840-е годы, тогдашние экономические тенденции могли поспособствовать сокращению числа недовольных жизнью британцев. Во всяком случае, так часто говорили вожаки рабочего класса, причем с большим сожалением. Они считали, что улучшение условий бытия труженика по крайней мере снижает революционную опасность в Англии. Когда в 1850-х годах началось оживление мировой экономики, настало благоприятное время и для промышленных городов страны, числившихся мировым цехом, а также для их торговцев, банкиров и страховых агентов. По мере роста занятости и заработной платы поддержка, которой пользовались сторонники чертизма, стала слабеть, а скоро от нее остались только одни воспоминания. Символы неизменной формы, содержащей многочисленные изменения, служили центральными атрибутами королевства — парламент и корона. Когда Вестминстерский дворец спалили дотла и построили новый дворец, для его отделки выбрали псевдо-средневековый стиль, чтобы подчеркнуть старину того, что станут называть матерью парламентов. Безжалостные изменения практически всей революционной эпохи британской истории тем самым продолжали скрывать под хламидами обычая и традиции. Главное, никто не решился замахнуться на монархию. Уже в 1837 году, когда Виктория взошла на престол, ее династия в Европе среди старинных политических учреждений уступала только папству. Причем, на самом деле, британская монархия тоже изменилась до неузнаваемости. Она очень низко пала в глазах общественности из-за преемника Георга Третьего, считающегося самым неудачным среди английских королей, но его наследник авторитет монархии сильно не укрепил. Виктории и ее мужу предстояло сделать его неоспоримым для всех, кроме очень немногих республиканцев. В известной мере ей пришлось переступить через себя. Она не притворялась, будто ей нравится политический нейтралитет, соответствующий конституционному монарху, когда корона считалась выше политических баталий. Тем не менее, именно во времена ее правления появился такой критерий. Она к тому же превратила свою монархию в семью. Впервые со дней молодого Георга Третьего фраза «Августейшая семья» приобрела свой нынешний смысл и стала обозначать родственников монарха. Во всех делах огромную помощь королеве оказывал ее немецкий муж принц Альберт, хотя высокой оценки своих заслуг от неблагодарной английской публики он не получил. Только в одной Ирландии способность к образному изменению постоянно подводила британский народ и грозила настоящей революционной опасностью. Пришлось подавить там восстание в 1798 году. В 1850-х и 1860-х годах стране установилась тишь и гладь. Но причиной всему послужила в значительной мере ужасная катастрофа, свалившаяся на Ирландию в середине 1840-х годов, когда за неурожаем картофеля последовал голод, эпидемия и жестокое мальтузианское решение проблемы перенаселенности Ирландии. На тот момент требование об отмене акта об Унии, которым Ирландию присоединили к Великобритании в 1801-м году, звучало не слишком громко. Неприязнь ее в большинстве своем католического населения к враждебной и устоявшейся протестантской церкви публично практически не выражалась и не наблюдалось серьезных волнений среди крестьянского населения, относящегося без большой любви к английским владельцам или к точно таким же по сути более многочисленным ирландским землевладельцам, безжалостно эксплуатировавшим арендатора и батрака одинаково, проблемы тем не менее оставались, и либеральное правительство, пришедшее к власти в 1868-м году, взялось за решение некоторых из них. Единственным значительным их достижением внешне выглядело появление нового ирландского националистического движения, в основе которого лежала римско-католическая вера, крестьянства и его требование разрешить Гомруль, движение за самоуправление Ирландии. Спор о том, что это может, не говоря уже о том, что должно это движение представлять, преследовал британских политиков, опрокидывал все их комбинации и срывал все попытки уладить ирландский вопрос на протяжении столетия или даже больше того. На ближайшую перспективу этот спор способствовал образованию двух соперничающих ирландских революционных движений на севере и юге, а также внес свой вклад в разрушение британского либерализма. Таким образом, народ Ирландии через тысячу лет начал снова наносить обращающие на себя внимание отметины на скрижалях всемирной истории, хотя, конечно же, не будем забывать о его роли в массовом переселении ирландцев на территорию Соединенных Штатов Америки в начале века. Глава пятая. Европейское мировое господство. К 1900 году народы Европы и представители европейской расы в зарубежных странах считали себя хозяевами всей планеты. Своё господство в мире европейцы пытались устанавливать самыми разными способами, как откровенными, так и скрытными, но результат для них всегда оправдывал средства. По большей части народы мира реагировали на европейские инициативы и всё охотнее маршировали под европейские барабаны. В этом проявлялось уникальное явление всемирной истории. Впервые представители одной цивилизации диктовали свою волю народам во всём мире. Одно несущественное последствие состоит в том, что остаток настоящего труда будет всё больше касаться единой глобальной истории. на самом деле к 1914 году наступит первый кульминационный момент того, что теперь называют глобализацией. Важно думать не только о прямом формальном управлении большей части поверхности земли в мире европейскими государствами. Некоторые люди предпочли бы термин западными, но не будем демонстрировать чрезмерную привередливость в Северной и Южной Америке, а также Австралии с Новой Зеландией, господство принадлежит культуре европейского происхождения, не азиатской или африканской, и к тому же оно может ввести в заблуждение из-за использования этого слова последнее время в узком политическом смысле. Нам предстоит рассмотреть экономическую и культурную гегемонию, и европейское господство часто выражалось во влиянии, а также в откровенном диктате. Показательным аспектом европейской культурной гегемонии в мире можно назвать то, насколько быстро остальные народы реагировали на нее, создавая амальгамы из элементов собственной культуры и иноземных заимствований. Уже к концу девятнадцатого века в Азии можно было отыскать примеры такого рода гибридного общества на начальной стадии его становления. Разумеется, что в первую очередь речь идет о Японии, но от нее не отставали жители некоторых областей Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, Персии и Ближнего Востока. Процесс европеизации коренных народов шел во многом под флагом так называемой оборонительной модернизации, заключавшейся в приобретении европейского оружия и заимствовании методов организации государства ради защиты хотя бы важнейших признаков своей независимости и суверенитета. Но куда ценнее выглядят миллионы случаев, когда местное население перенимало у представителей колониальной или преобладающей державы то, что им больше всего нравилось и постепенно превращало заимствование в национальную принадлежность, хотя не всегда проделывали это методами, одобряемыми самими европейцами. В зарубежных портах от Танжера до Каира, Стамбула, Бомбея, Сингапура и Шанхая молодые коренные жители приобщались к образу жизни, разительно отличавшемуся от образа жизни их отцов. Возникали непреодолимые разногласия между политикой властей и традиционной системой ценностей, возникали признаки революционной ситуации, терзающие население планеты в 21 веке. Мир европейцев в 1900 году можно себе представить в виде концентрических колец. В самой середине располагается сама старая Европа, благосостояние и народонаселение которой на протяжении трех столетий росло благодаря, во-первых, совершенствованию мастерства своих собственных талантов, а во-вторых, эксплуатации ради собственной выгоды мировых ресурсов. Европейцы все больше отличались от других человеческих существ тем, что отбирали у прочих народов и потребляли растущую долю мировых благ, а также энергии и умения, с какими они приспосабливали к своим нуждам окружающую их среду. Их цивилизация в 19 веке уже считалась богатой, но ее носители останавливаться на достигнутом не желали. Индустриализация оказалась явлением, способным к подпитке собственного развития и сотворению новых ресурсов. Более того, энергия, заключенная в накапливавшемся богатстве, послужила благоприятным условием для присвоения богатства, созданного в остальных уголках мира. Прибыли от сбыта резины из Конго, тика из Бирмы или персидской нефти вернулись в эти страны в виде капиталовложений очень нескоро. Европейская и американская беднота получила выгоду в виде низких цен на сырье и благоприятное изменение статистики продолжительности жизни служит подтверждением положения о том, что в условиях промышленной цивилизации удалось отыскать возможность обеспечения народом определенной зажиточности. В Европе даже крестьянин мог себе позволить покупку дешевой готовой одежды и инструментов, в то время как его современники в Африке и Индии все еще жили в каменном веке. Своим богатством европейцы делились со вторым кольцом европейской гегемонии, то есть с носителями европейской культуры, пересаженной на зарубежную почву. Величайшим примером приводят здесь Соединенные Штаты Америки. Список продолжается Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Южно-Африканской республикой и заканчивается странами Южной Америки. Не все эти государства одинаково относились к старому свету, но вместе с Европой они совершенно определенно составляют пресловутый западный мир, отнюдь не представляющий собой географического единства, тем не менее его изобретатели попытались выразить важный факт бытия, сходство представлений и атрибутов, лежащее в основе того, откуда они появились. Понятно, что формировались они под воздействием самых разнообразных факторов. Все эти государства окружали совершенно различимые границы, образовались они в условиях конкретной окружающей среды и в силу собственных исторических обстоятельств. Общими для этих государств следует отметить подходы к решению вставших перед их народами задач, а также государственные атрибуты, приспосабливавшиеся под природные условия существования самих стран. Официальной религией во всех этих странах провозглашалось христианство. Никогда до XX века никто не заселял новые земли с лозунгами атеизма. Отношения регулировались нормами европейских систем права и у всех их народов имелся доступ к великой культуре Европы через общие языки общения. К 1900 западный мир иногда называли миром цивилизованным. Его так назвали только потому, что в нем существовали общие стандарты. Не знавшие сомнения люди, которые называли свой мир цивилизованным, элементарно не хотели видеть множество явлений их мира, заслуживавших категории принадлежности к цивилизации. Озираясь вокруг себя, эти люди, как правило, видели только языческие, отсталые, невежественные, безнадежные народы или немногие из них стремящиеся приобщиться к западному цивилизованному образу жизни. Именно по причине великой самоуверенности европейцы добились больших успехов. То, что считалось внешними проявлениями врожденного превосходства европейских идей ценностей, воодушевляло мужчин на штурм новых стран планеты и усугубляло непонимание европейцами нашего мира. Прогрессивные ценности восемнадцатого века послужили источником новых аргументов в пользу превосходства подкрепивших аргументы, изначально возникшие из религиозной веры. К 1800 году европейцы практически растеряли все свое уважение, с которым когда-то относились к остальным цивилизациям планеты. Собственный опыт построения общественных отношений они считали бесспорно выше, чем у неразумных дикарей, встречавшихся им повсеместно. Защита прав личности, свободы, прессы, всеобщего избирательного права, предохранение женщин и детей, даже скота от эксплуатации, провозглашались идеалами, отстаивавшимися вплоть до наших собственных дней европейцами и американцами во всех странах. Причем часто они совершенно не осознавали нелепость своих действий при взгляде на них со стороны. Филантропы и приверженцы так называемого прогрессивизма издавна носятся с идеей универсализма ценностей европейской цивилизации для всего человечества вроде ее медицины и санитарии, даже когда заслуживают сожаление прочие утверждения относительно европейского превосходства, настоящие ученые тоже часто явно указывали в том же самом направлении в сторону развенчания, суеверия и благословения рациональной эксплуатации ресурсов, предоставления систематического образования и подавления отсталых общественных традиций, существовало вполне авторитетное универсальное предположение о том, что ценности европейской цивилизации полезнее туземных ценностей, и все старались не замечать пагубных последствий от навязывания европейских ценностей ретивыми их поборниками. Считалось так, что, к счастью для народов некоторых земель, над которыми все еще, что называется, висела густая тьма, как пели викторианцы в одном из своих гимнов, ими к 1900 году часто управляли непосредственно европейцы или представители европейской расы. Подданные народы составляли третье концентрическое кольцо, через которое европейская цивилизация испускала свои лучи просвещения наружу. Просвещенные наместники в многочисленных колониях упорно трудились над тем, чтобы облагодетельствовать железными дорогами, грамотой европейского происхождения, больницами, а также законом и правопорядком, народы, собственные государственные атрибуты которых они считали несостоятельными. Доказательство их несостоятельности европейцы видели в том, что они не выстояли в условиях нажима и противостояния так называемой высшей цивилизации, даже когда удавалось отстоять и сохранить ведомство коренного народа. Делалось это при условии предварительного признания превосходства культуры колониальной державы. Ощущением такого своего превосходства уже больше никто не восхищается и даже терпеть не хочет, пусть даже многие европейцы в глубине души с ним не расстаются. В одном отношении, тем не менее, это ощущение сошло на нет, что большинство добросовестных критиков колониализма все еще воспринимают как благо, пусть даже осознавая истинное побуждение к этому. Ими они называют отмену рабовладения в европейском мире, а также развертывание силы дипломатии ради борьбы с ним в странах, контроль европейцев на которое не распространялся. Решающие шаги на данном пути приходится на 1807 и 1834 годы, когда депутаты британского парламента отменили сначала работорговлю, а затем и само рабовладение внутри Британской империи. Это действие главной военно-морской, имперской и торговой державы сыграло решающую роль. Аналогичные меры в скором времени приняли власти остальных европейских стран и в 1865 году с рабовладением покончили даже в США. Окончание процесса освобождения рабов можно наблюдать в Бразилии в 1888 году, и как раз в это время колониальные власти и командование королевским флотом вплотную занялись деятельностью арабов-работорговцев на Африканском континенте и в бассейне Индийского океана. На исправление отношения к рабству пришлось мобилизовать большие интеллектуальные, духовные, экономические и политические силы. Европейцы мощнее всех остальных народов нажились на рабовладении, и они же первыми от него отказались. В этом откровенном парадоксе лежит множество противоречий в отношениях Европы с остальным миром. За пределами внешнего кольца непосредственно управляемых территорий располагается весь остальной мир. Судьбу его народов тоже определяли в Европе. Иногда их ценности и государственные атрибуты порочились в ходе общения с европейцами, как это случилось в Китайской и Османской империях, а результатом становилось косвенное политическое вмешательство со стороны европейцев и ослабление власти традиционных авторитетов. Иногда представители коренного населения воодушевлялись такими контактами и использовали европейцев в своих интересах. Япония считается единственным примером влиятельной страны, власти которой успешно пользовались достижениями Европы с самого начала налаживания отношений с ней. От европейцев практически невозможно было укрыться. Они казались вездесущими. Чего стоила одна только деловая, бьющая ключом энергия европейского купца. На самом деле европейская гегемония навязывалась откровение всего обитателям территорий, где непосредственной власти европейских колонизаторов не было вообще. Европейские ценности распространялись на мощных крыльях желаний и зависти. Единственное спасение могло принести географическая удаленность от Европы. Но британцы в 1904 году вторглись даже на Тибет. Эфиопия представляется практически единственным примером сохранения настоящей независимости от европейцев. Она выстояла британское и итальянское вторжение в XIX веке, а спасло ее не в последнюю очередь пропагандистское преимущество, заключавшееся в том, что это древнее царство числилось христианской страной на протяжении примерно четырнадцати веков. Кто бы не открыл заветную дверь, представители любой цивилизации с радостью старались проникнуть в нее вслед за первооткрывателем. Но одним из важнейших агентств, доставлявших европейскую цивилизацию к порогу остального населения мира, всегда служило христианство с его фактически безграничным интересом ко всем сторонам человеческого поведения, территориальное распространение организованных церквей, и рост в них числа официальных приверженцев в XIX веке послужили признанию его величайшей после периода апостольского служения эпохой экспансии христианства. Тогда наблюдалась возродившаяся волна миссионерской деятельности. Католики учреждали новые ордена, в протестантских странах появились новые общества поддержки зарубежных миссий. Все-таки парадоксальным эффектом стало усиление европейского привкуса у всего, что должно было считаться убеждением людей всех сословий и любого материального достатка. Практически во всех странах неофитах христианство долгое время рассматривалось в качестве очередного аспекта европейской цивилизации, а не как духовное послание свыше на местном наречии. Забавным, если не мелким примером, можно привести озабоченность европейских миссионеров по поводу одежды своих прихожан. Тогда как иезуиты в Китае 17 века благоразумно переоделись в платье хозяев страны, куда они приехали в качестве незваных гостей, наследники их дела в 19 веке с большим рвением принимаются за переодевание коренных жителей государств в Центральной Африке или Островитян Тихого Океана в европейские костюмы, совершенно нелепые в тех климатических условиях. Так выглядел один из способов распространения христианскими миссионерами далеко не духовного послания небес. Часто к тому же они приносили современную материальную и техническую пользу, снабжали продовольствием во время голода, передавали передовые сельскохозяйственные методы, открывали больницы и школы, некоторые из которых могли сыграть подрывную роль в обществах, в которые их внедряли. Через них проникали представления о новой для коренных жителей цивилизации. Идейная убежденность европейцев, как занимавшихся миссионерской деятельностью, так и воздерживавшихся от нее в крайнем случае, могла питаться пониманием того, что коренное население не может их просто так выгнать со своей земли, даже в странах, не подвергшихся европейской колонизации. Получается так, что на планете не найти укромного уголка, где европейцы не могли бы при желании навязать свое присутствие силой оружия. С развитием оружейного дела в девятнадцатом веке, европейцы получили еще большее относительное превосходство над народами мира, нежели то, чем они располагали, когда португальцы первый раз дали залп орудиями одного борта корабля по Каликуту, даже когда передовые устройства появлялись у прочих народов, им редко удавалось применить их с толком. В сражении при Омурмане на территории Судана в 1898 году солдаты английского полка открыли по противнику огонь с дистанцией двухсот метров из штатных по тем временам магазинных винтовок британской армии. Чуть позже англичане шрапнельными снарядами и пулеметами искрансали на части массы алжирской армии солдаты которые даже не приблизились к стрелкам первой шеренги британского полка. Сражение закончилось тем, что алжирцев полегло десять тысяч человек, при том, что британских и египетских солдат погибло сорок восемь человек. И дело тут совсем не в том, что один англичанин чуть позже отобразил в стихах «На всякий случай мы всегда везем с собой надежный пулемет Максим как сюрприз для тех, у кого его нет». Ведь Халиф тоже располагал пулеметами, но хранил их на складе арсенала в Омдурмане, и телеграфный аппарат у него имелся для связи со своими войсками, и мины с электрическим подрывом для уничтожения британских канонерских лодок на Ниле, но ничем из достижения инженерной мысли правитель оружия не воспользовался. Прежде чем коренные народы повернут конструкторские находки европейцев против них самих, им потребуется не только техническое просвещение, но и перенастройка сознания на убийство себе подобных с помощью достижений научно-технической революции. Существовал к тому же еще один повод, причем более доброжелательный и не такой уж спорный, из-за которого носители европейской цивилизации прибегали к силе. Силы требовало проведения в жизнь политики британского мира, которая на протяжении всего девятнадцатого века стояла на пути европейских стран, борющихся друг с другом за владение территориями за пределами Европы. В девятнадцатом веке невозможно было как-то переиграть колониальные войны семнадцатого и восемнадцатого столетий, хотя именно тогда наблюдалось самое масштабное в современные времена расширение прямого колониального правления. Купцы всех стран получили возможность для перемещения по морям без каких-либо разрешений или препятствий, предварительным условием неформальной экспансии европейской цивилизации служило превосходство британского флота. Оно считалось гарантией прежде всего существования международной сети торговли, центром которой к 1900 году числилась Европа. Старинные периферийные обмены товарами нескольких купцов и предприимчивых капитанов с семнадцатого века постепенно заменялись интегрированными отношениями взаимозависимости, основанной на многочисленных отличиях роли между промышленными и аграрными странами. Аграрные страны становились поставщиками продовольствия для урбанизированного населения промышленных стран, но такое грубое разграничение требует значительного уточнения. Отдельные страны часто не соответствуют такой примитивной квалификации. США, например, в 1914 году считались одновременно крупным производителем сырья и ведущей в мире индустриальной державой, отдача которой приравнивалась к объему выпуска готовой продукции Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. Нельзя эти различия отнести однозначно по принадлежности к странам европейской и иной культуры. Япония и Россия в 1914 году проходили индустриализацию быстрее, чем Китай или Индия, но Россию, при том, что отнять у нее такие критерии, как принадлежность к Европе, христианской вере и империалистическому пути развития не получалось, англосаксы к развитым странам не причисляли, и большинство японцев, как большинство русских, оставалось крестьянами. Не находили они развитую экономику и в Балканской Европе. Так что вывод следует свести к тому, что в 1914 году ядро передовых стран располагало социально-экономическими структурами, радикально отличавшимися от тех же структур традиционного общества, и что эти страны служили стержнем атлантической группы стран, все больше становящихся главным производителем благ и их же главным потребителем в мире. Так случилось, что центр мировой экономики сосредоточился в Лондоне, где предоставлялись финансовые услуги, за счет которых оплачивался устойчивый поток мировой торговли. Громадный объем сделок в мире заключался посредством переводного векселя, номинированного в фунтах стерлингов, фунт стерлингов, в свою очередь, оценивался по международному золотому стандарту, к которому привязывалась котировка валюты ведущих стран мира. Во всех крупнейших странах существовала золотая валюта, и куда угодно можно было пускаться в путешествие, прихватив с собой мешок золотых суверенов, пятидолларовых монет, золотых франков или любых других инструментов обмена и их повсеместно принимали к оплате товаров и услуг. Лондон служил центром мировой экономики еще и в том смысле, что Британия оставалась крупнейшим торговым государством в мире, и это несмотря на то, что к 1914 по валовому продукту соединенное королевство по многим показателям уступило первенство США и Германии. Основное судоходство в мире и транспортная торговля находились в британских руках. Британцам принадлежала главная роль в экспортно-импортных отношениях на планете, причем только они додумались организовать за пределами Европы производственных предприятий больше, чем на ее территории. Великобритания к тому же числилась крупнейшим экспортером капитала, и ее предприниматели извлекали огромный доход из своих зарубежных инвестиций, особенно вложений в США и Южную Америку. Особая роль Лондона укладывалась в сложившуюся примерно треугольную систему международного торгового обмена. Британцы закупали товары, как промышленные, так и все прочие, в Европе и оплачивали их своими собственными промышленными товарами, наличными деньгами и заморскими изделиями. Внешнему миру они предлагали промышленные товары, капиталы, услуги, забирая в виде их оплаты продовольствие, сырье и наличные деньги. Такая сложная система служит иллюстрацией того, как малая часть европейских отношений с остальным миром, приходилось на примитивный обмен готовых изделий на сырье. Не следует забывать и об уникальном примере Соединенных Штатов, включенных в экспортные отношения слабо, но постепенно приобретающих все большую долю в собственном внутреннем рынке промышленных товаров и все еще остающихся импортером капитала. Подавляющее большинство британских экономистов полагало в 1914 году, что процветание, принесенное этой системой, и накопление богатства, которое оно делало возможным, служит доказательством правильности доктрины свободной торговли. Благосостояние их собственной страны укреплялось быстрее всего как раз в период наибольшей популярности таких идей, Адам Смит предсказывал, что период благополучия должен продолжаться, если отказаться от закрытой имперской системы, внутри которой торговля резервируется для метрополии, и его предложение в скором времени оправдалось в случае с Америкой, так как в считанные годы после заключения мира 1783 года случилось мощное расширение объема англо-американской торговли, к 1800 году львиная доля британского экспорта уже шла за пределы Европы, а впереди уже ждал величайший период расширения торговли в Индии и Восточной Азии. Британская имперская политика меньше ориентировалась на потенциально сложное приобретение новых колоний, а больше на открытие областей закрытых для торговли, так как они всегда обещали процветания. Вопиющим примером невиданной алчности английских купцов может считаться так называемая опиумная война 1839-1842 годов в Китае. Ее итогом стало открытие пяти китайских портов для европейской торговли и фактическая уступка Великобритании и Гонконга как поселение фактории на территории которой действовало британское право и свобода торговли. В середине девятнадцатого века на несколько десятилетий приходится большой наплыв идей посвященных свободной торговле когда правительство большего чем когда-либо прежде или после числа государств оказались готовыми поддержать их в этот период отменили тарифные барьеры и относительное преимущество британцев сначала среди торговых и промышленных стран сохранилось но эта эпоха прошла в 1870 и 1880 годах из-за глобальной рецессии экономической активности и падения цен к 1900 году Великобритания снова оказалась единственной ведущей страной лишенной тарифной защиты и даже в этой стране усомнились в старинной догме посвященной свободной торговле так как конкуренция со стороны Германии становилась все жестче и тревожнее как бы то ни было экономический мир 1914 года в ретроспективе все еще видится царством поразительной хозяйственной свободы и непоколебимости долгий европейский мир обеспечил почву на которой могли созревать торговые связи в условиях стабильности иностранных валют у системы мировых цен появлялась большая гибкость валютного контроля тогда нигде в мире не существовало и Россия с Китаем к тому времени составляли единое целое с валютным рынком как и остальные страны мира ставки фрахта и страхования понижались с каждым днем стоимость продовольственных товаров долгое время шла вниз зато заработная плата демонстрировала долгосрочное повышение процентные ставки и налогообложения никто не задирал с точки зрения любого европейца и особенно англосакса все выглядело так будто капиталистический рай суть явления достижимая когда эта система выросла до таких размеров чтобы включить Азию и Африку их народы тоже стали изобретать способы распространения изначально европейских идей и приемов которые в скором времени приспосабливались к условиям иных стран акционерные общества банки товарные и фондовые биржи распространялись по всему миру где насильно где добровольным заимствованием они начали теснить традиционные коммерческие структуры с началом возведения доков и прокладки железных дорог налаживание инфраструктуры мировой торговли одновременно с внедрением индустриальной занятости населения крестьяне в некоторых местах превращались в промышленный пролетариат иногда последствия промышленной глобализации могли пагубно сказываться на местных предприятиях культивирование индиго в Индии практически рухнуло когда в Германии и Великобритании появились синтетические красители экономическая история Юго-Восточной Азии и ее стратегическое значение поменялись из-за британцев которые завезли туда каучуковое дерево этим своим шагом британцы к тому же без особого злого умысла подорвали бразильскую резиновую промышленность уединение изначально нарушенное землепроходцами миссионерами и солдатами ушло в историю с приходом телеграфа и железной дороги в двадцатом веке автомобиль повез путешественников совсем в медвежьи углы преобразованию подверглись и более глубокие отношения открытые в 1869 году Суэцкий канал послужил не только формированию британской коммерции и стратегии но еще и приданию Средиземноморью новой роли но на этот раз не как центра особой цивилизации а как транзитного маршрута экономическую интеграцию и институциональное нововведение нельзя отделить от культурных изменений при этом речь идет далеко не только об одних формальных инструментах миссионерской религии учебных заведениях и государственной политике на европейских языках отнесенных к официальным например передавались европейские понятия а также открывалось для образованной верхушки коренных народов наследие не только христианской цивилизации но к тому же еще светской и так называемой просветленной европейской культуры миссионеры занимались распространением не одной только догмы с оказанием медицинских и образовательных услуг они к тому же стимулировали критику колониального режима как такового из-за того несоответствия которое возникало между результатом и намерением по внедрению своей культуры с точки зрения европейца 21 века многое из того что прижилось в мире из навязанного европейскими колонизаторами можно назвать наследием не самым желанным и прекрасным прежде всего напомним примитивный призыв перенимать европейскую одежду сколь бы нелепая она не выглядела но получилось так что те кто пытался сопротивляться европейской гегемонии стали считать ношение европейской одежды отказом от родных традиций и подчинением европейскому образу жизни практически повсеместно радикалы и реформаторы выступали в пользу европеизации своих стран идеи 1776 1789 и 1848 годов все еще волнуют активистов стран Азии и Африки и в мире все еще ведутся дебаты вокруг его будущего на европейских условиях такой необычный итог подчас ускользает из поля зрения с точки зрения его распутывания 1900 год считается как раз началом а не завершением всего дела японцев считают талантливым народом унаследовавшим тончайшие художественные традиции и все таки они переняли не один только западный индустриализм что вполне понятно но и западные художественные формы с западным платьем отказавшись от всего своего собственного японцы теперь считают модными виски и клорет а китайцы официально почитают немецкого философа Карла Маркса сформулировавшего систему взглядов коренившуюся в немецком идеализме девятнадцатого века и английской социально-экономической практике а между тем он практически ничего не говорил об Азии кроме как с презрением и никогда в жизни не бывал восточнее Пруссии тут обратите внимание на еще один забавный факт равновесие культурного влияния однозначно склоняется в одну сторону мир отдавал в Европу случайные модные штучки но никакие представления или атрибуты из Европы нельзя сопоставить по произведенному эффекту в мире с остальной экзотикой учение Маркса служило мощной движущей силой во всей Азии двадцатого века последним варягом для европейцев речи которого звучали также убедительно в Европе числится Иисус Христос физическая передача культуры коренным народам осуществлялась в первую очередь путем переселения европейцев на другие континенты за пределами Соединенных Штатов две самые многочисленные заморские группы европейских общин находились и находятся до сих пор в Южно-Африканской республике и в прежних британских колониях которые формально числились субъектами прямого правления Лондона на протяжении практически всего девятнадцатого столетия но на самом деле выглядели некими государственными гибридами не совсем самостоятельными государствами но и неполноценными колониями тоже обе группы пополнялись на протяжении девятнадцатого века как и США великой диаспорой европейцев численность которой оправдывает название присвоенное данной эпохе европейской демографии великое переселение народов до тысяча восьмисотого года переселенцев из Европы выезжало мало в отличие впрочем от тех кто в массовом порядке покидал британские острова после тысячи восьмисотого года за море отправилось приблизительно шестьдесят миллионов европейцев и их поток обрел значительную массу в тысяча восемьсот тридцатых годах в девятнадцатом веке большая часть европейских переселенцев выехала в Северную Америку чуть меньше отправилась в Латинскую Америку прежде всего в Аргентину и Бразилию Австралию и Южноафриканскую республику Одновременно латентное переселение европейцев шло в губерниях Российской империи занимавшей одну шестую часть поверхности планеты и располагавшей обширными областями для заселения иммигрантами в Сибири Пик переселения народов из Европы фактически пришелся на канун Первой мировой войны в 1913 году когда больше полутора миллионов человек покинули родные дома больше трети из них составили итальянцы около 400 тысяч британцы и 200 тысяч испанцы за 50 лет до того итальянцев в списках переселенцев встречалось совсем мало гораздо больше было немцев и скандинавов все это время вклад британских островов в эмиграцию отличался завидным постоянством между 1880 и 1910 годами за море отправилось 8,5 миллионов британцев число итальянцев эмигрантов за тот же период времени чуть превысило 6 миллионов основная масса британских эмигрантов отправилась в Соединенные Штаты около 65% от них между 1815 и 1900 годами но большое их количество переехало также в самоуправляющейся колонии их соотношение после 1900 года изменилось и к 1914 году большинство британских переселенцев оседало как раз в тех колониях многие итальянцы и испанцы также отправились в Южную Америку а итальянцы еще и в Соединенные Штаты США оставались местом переселения всех остальных национальностей Европы между 1820 и 1950 годами Соединенные Штаты переселилось больше 33 миллионов европейцев объяснение такой поразительной демографической эволюции находится на виду иногда притоку переселенцев способствовала политика властей как это случилось после 1848 года увеличение народонаселения в Европе всегда ложилось бременем на экономические возможности континента на что указывает открытие такого явления как безработица в последнее десятилетие 19 века когда эмиграция росла стремительнее всего европейские фермеры ощущали прессинг со стороны зарубежных конкурентов прежде всего дело состояло в том что впервые в истории человечества появились совершенно очевидные возможности в других краях где требовались трудовые ресурсы в момент когда совсем кстати появились простые дешевые средства чтобы туда добраться с приходом парохода и железных дорог значительно изменилась демографическая история и эффект от внедрения этих двух видов с полной силой проявился после 1880 года они позволили гораздо больше повысить региональную мобильность населения поэтому перемещение сезонных рабочих и переселенцев внутри континентов намного упростилось В Великобританию ввозили ирландских крестьян валийских шахтеров с металлургами и английских фермеров эта страна в конце 19 века приняла наплыв еврейских общин из Восточной Европы которые долгое время оставались отличительным элементом британского общества к сезонной миграции трудовых ресурсов которая всегда характеризовала жизнь таких приграничных районов как Южная Франция теперь добавились иностранцы пребывавшие на длительное поселение как поляки приезжали во Францию для работы на угольных шахтах а итальянские официанты с мороженщиками вошли в британский фольклор когда в силу политических перемен открылось побережье Северной Африки оно тоже подверглось нашествию переселенцев из ближайших стран Европы итальянцы испанцы и французы тянулись туда чтобы поселиться там или заняться торговлей в прибрежных городах таким вот манером создавалось новое общество носителей интересов отличных от интересов общества из которого вышли эти переселенцы и одновременно отличных от интересов коренных сообществ среди которых они оседали упрощение путешествия облегчило переселение не одних только европейцев переселение китайцев и японцев на тихоокеанские побережья Северной Америки выглядело массовым уже к 1900 году китайские переселенцы к тому же двинулись в Юго-Восточную Азию японские в Латинскую Америку тогдашнее зрелище переселения народов напугало австралийцев стремившихся предохранить Белую Австралию за счет ограничения въезда на ее территорию по расовому критерию британская империя обеспечила громадную структуру в пределах которой индийские общины распространились по всему миру но эти движения какими бы заметными они ни казались уступали по масштабу главному явлению 19 века в виде последнего большого переселения европейских народов причем для будущего оно представляло такое громадное значение как в свое время вторжение варваров в Латинской Америке само это понятие появилось в середине 19 века которая влекла главным образом итальянцев и испанцев южные европейцы могли найти многое из того к чему они привыкли на родине там сложилась структура культурной и общественной жизни основанная на католицизме прижились латинские языки и социальные традиции имперское прошлое отразилось в политической и правовой структуре причем некоторые имперские атрибуты сохранились невзирая на промчавшуюся эпоху политических волнений начала 19 века которой фактически закончилось испанское и португальское колониальное господство на данном материке все случилось из-за событий в Европе приведших к перелому при котором пороки старых империй оказались фатальными надо сказать все произошло отнюдь не из-за недостатка усилий апологетов империй по крайней мере со стороны испанцев их вполне хватало в отличие от британцев на севере правительство испанской метрополии в 18 веке предприняло попытку радикальных реформ когда бурбоны в 1701 году сместили на испанском престоле последнего из габсбургов началась новая эпоха испанского имперского развития хотя потребовалось несколько десятилетий чтобы эта эпоха показалась очевидной перемены сначала потребовали реорганизации общества а потом так называемой просвещенной реформы два генерал-губернаторства в 1700 году преобразовали в четыре два новых появились в новой Гренаде Панаме и области занятой Эквадором Колумбии и Венесуэлой и Лаплате простиравшейся от устья реки поперек континента до границы Перу вся эта структурная рационализация сопровождалась либерализацией закрытой купеческой системы сначала неохотно и затем сознательно стимулируемой в качестве средства достижения процветания такие меры позитивно влияли на экономику одновременно и колоний и тех областей Испании прежде всего средиземноморского побережья что выиграли от отмены монополии на колониальную торговлю прежде ограниченной портом Севильи отчасти схожей с тем что происходило на севере выглядела возможность того что такие испанские попытки в сфере реформирования внесли свой вклад в усиление напряжения в системе которая уже в известной степени выглядела порочной колониальные верхушки ощущали себя все больше отстраненными от судьбы своей родины зловещим для Испании казалось то что их вожаки часто представляли переселенцев в первом поколении или даже испанских чиновников которые в новом свете увидели шанс поступать по собственному усмотрению чего им в прежней стране позволяли крайне редко серия восстаний позволила увидеть застарелые недостатки в Парагвае 1721 1735 годы Колумбии 1781 год и самое главное в Перу 1780 год возникали реальные угрозы колониальному правлению которое удалось предохранить только энергичными усилиями военных среди прочего в этих целях требовались поборы на содержание колониального ополчения неоднозначного по своему предназначению так как креолы в его составе получали военную подготовку которая могла пригодиться им в борьбе против Испании глубочайший раскол внутри испанского колониального общества был между индейцами и колонистами испанского происхождения но непосредственную политическую важность представляли разногласия между креолами и иберийцами со временем пропасть раскола только расширялась обиженные отстранением их с высоких должностей креолы видели перед собой пример успеха британских колонистов в Северной Америке стряхнувших с себя обузу имперской власти французская революция к тому же сначала обещала большие возможности а опасности пришли позже пока разворачивались эти события испанское правительство занималось совсем другими делами в 1790 году спор с Великобританией наконец-то закончился отказом испанцев от остатков своего прежнего суверенитета в ряде районов Северной и Южной Америки когда они признали что право на запрет торговли или поселения в Северной Америке распространяется на территорию внутри 30-ти мильной зоны 50 километров вокруг испанского поселения а тут пришло время войн сначала с Францией затем с Великобританией дважды и наконец-то опять с Францией во время наполеоновского вторжения эти войны стоили Испании не только Санто-Доминго Тринидада и Луизианы но к тому же еще собственной династии представителей которой Наполеон принудил к отречению от престола в 1808 году конец испанской морской мощи уже наступил у мыса Трафальгар в таком состоянии неразберихи и слабости власти когда в конечном счете Испанию как таковую поглотило французское вторжение правители ряда южноамериканских стран при поддержке крупных групп креолов решили разорвать оковы зависимости от метрополии в 1810 году с восстаний в Новой Гранаде Ла Плате и Новой Испании начались войны за независимость с самого начала все эти восстания заканчивались неудачей а в Мексике революционеры обнаружили что напряженность в отношениях между разными народностями очень часто перевешивает конфликт с Испанией индейцы устраивали вооруженные стычки с метисами то есть с полукровками а вместе они нападали на европейцев но испанскому правительству не дано было привлечь на свою сторону ни одну из мятежных групп и накопить достаточно сил для подавления новых волн восстания не получалось британцы со своей морской мощью служили гарантом того что ни одна консервативная европейская держава не выступит на стороне испанцев и тем самым они практически обеспечили воплощение в жизнь доктрины Монро в 1821 году войска Испании терпели поражение за поражением и казало так будто весь континент объяло восстание ключевой фигурой в деле освобождения Южной Америки от испанского владычества числится Симон Боливар он родился в 1783 году в Каракасе в семье состоятельных родителей предки которых поселились в Америке в 16 веке со своим неуемным характером и военным талантом Боливар успевал оказать влияние на все освободительные войны хотя его надеждам на единую Латинскую Америку с либеральной политической системой управления не суждено было воплотиться в жизнь за без малого семь лет он со своими единомышленниками уничтожил на континенте колониальную власть испанцев правивших коренными жителями и переселенцами на протяжении трехсот с лишним лет и создал абсолютно новую конфигурацию государственной системы Боливар с небольшим отрядом прибыл с Гавайев в 1817 году и высадился на побережье Венесуэлы отсюда он двинулся на соединение с отрядами местного сопротивления испанскому владычеству и предпринял серию наступательных операций позволивших в конечном счете выдворить колониальную армию со всей территории Южной Америки а самого Боливара провозгласили Либертадором освободителем областей говорящих по-испански народов к северу от Чили но вместо объединения на которое рассчитывал Боливар представители местной правящей верхушки провозгласили самостоятельные республики как раз в регионе которую он помог освободить одну из них образованную в верхней части колониальной Перу даже назвали в честь великого Либертадора но после попытки силового насаждения единой власти на континенте Боливар в 1830 году умер крайне разочарованным человеком на пути в Европу куда его отправили в изгнание при жизни он дал импульс к укреплению таких республик как Колумбия Венесуэла и Перу на юге Чили и Аргентина получили фактическую независимость еще до 1820 года а на севере Мексику объявили самостоятельным государством в 1821 году судьба португальской Бразилии складывалось несколько иначе так как невзирая на французское вторжение в Португалию в 1807 году вызвавшее новую волну переселения народа это переселение отличалось от того что происходило в Испанской империи принц-регент Португалии добровольно переехал из Вестабона в город Рио-де-Жанейро ставший тем самым фактически столицей португальской империи при том что он возвратился в Португалию в качестве короля в 1820 году в Рио-де-Жанейро оставался его сын который возглавил сопротивление колонии попыткам португальского правительства по восстановлению своего контроля над Бразилией и без особых возражений в 1822 году провозгласил себя императором независимой Бразилии причина того почему не состоялся расширенный процесс объединения в Латинской Америке занимают умы многих историков главной причиной можно назвать сочетание различий в культуре и изобилие природных богатств правители отдельных районов верили в свою способность распоряжения ими самостоятельно и отказывались пускать посторонних людей в свои водчины преобладание военного элемента тоже могло сыграть свою роль никто не хотел отдавать свои вооруженные отряды состав общей армии к управлению которой допускали далеко не всех поэтому к тому же не получилось никакого силового воссоединения в девятнадцатом веке или позже ни одно из новых государств не располагало достаточной мощью для завоевания остальных республик в Северной Америке дела складывались совсем по-другому при всем разнообразии тринадцати британских колоний и стоящих перед ними трудностей после их победы между ними сложилось относительно легкое общение морем а на суше возникло совсем немного непреодолимых препятствий их народы к тому же располагали некоторым опытом сотрудничества возникшего еще при имперском правлении однако даже при наличии таких преимуществ их раскол оставался достаточно важным фактором чтобы принять конституцию положениями которой предусматривались весьма ограниченная полномочия национального правительства латиноамериканские республики с самого начала ориентировались на внешнюю торговлю и международную коммерцию поэтому тесные связи установленные многими из них с ведущей мировой торговой державой Великобритании выглядели вполне естественными новые южноамериканские республики нуждались в капитале для строительства собственных предприятий и в выходе на внешний рынок товаров им к тому же требовалась защита от попыток европейских держав лишить их независимости и в конечном счете был необходим противовес возрастающему влиянию Соединенных Штатов на Севере с точки зрения британских интересов в Лондоне хотели получить доступ к южноамериканскому сырью и предотвратить приобретение решающего влияния на этом континенте остальными европейскими державами практически на всем протяжении девятнадцатого столетия внешняя политика государств Южной Америки оставалась привязанной к внешней политике держав Европы внутренняя ситуация выглядела еще меньше урегулированной нравственные проблемы и социальное неравенство порожденные неустроенностью собретение независимости никуда не делись в разных странах народ ощущал их по-разному в Аргентине например относительно малочисленное индейское население подверглось практическому истреблению от рук европейской армии к концу девятнадцатого века эта страна отличалась той степенью до которой она напоминала Европу с точки зрения господства среди ее населения европейских социальных напряжений в качестве примера еще одной крайности можно привести Бразилию с ее населением большинство которого имело африканское происхождение и уже во время независимости по большей части все еще находилась в рабстве в этой стране сложились традиции расового смешения самых причудливых видов и в результате получился этнический замес который можно назвать самым спокойным на планете сегодня так как колониальные власти в них проводили абсолютистскую политику и не создавали каких-либо атрибутов представительной власти новым латиноамериканским государствам не досталось никаких традиций самоуправления зато проблем вполне хватало с точки зрения политических принципов которые пытались внедрять главы этих республик они в основном оглядывались на французскую революцию однако ее идеи выглядели чересчур передовыми для государств тончайшая правящая прослойка которых не могла договориться даже об общей практике поведения им даже не удавалось создать структуру взаимной терпимости худшее приключилось после того как революционные принципы очень скоро потребовали вовлечения в политику церкви это событие по большому счету представляется неизбежным если исходить из огромной власти духовенства как крупного землевладельца и его влияние на массы народа но не стоит забывать о вражде к духовенству усиливавшейся на континенте при таких обстоятельствах не приходится удивляться тому что на протяжении практически всего столетия народы всех республик наблюдали как власть переходит в руки расплодившихся каудильо военных авантюристов и группировок контролировавших вооруженные отряды достаточно мощные чтобы творить произвол до тех пор пока не появлялся кто-то посильнее встречное течение гражданской войны и войн между новыми государствами отдельно из которых отличались большими кровопролитиями к 1900 году обусловили карту латинской америки сохранившуюся до сих пор обширные области самой северной из прежних испанских колоний Мексики отошли в распоряжение Соединенных Штатов Америки образовались четыре республики в материковой части Центральной Америки и два островных государства Доминиканская республика и Гаити на грани обретения независимости находилась Куба к югу от них располагались десять государств Южной Америки во всех этих странах установился республиканский общественный строй народ Бразилии избавился от своей монархии в 1889 году при том что все эти государства пережили серьезные массовые беспорядки степень стабильности внутри их и конституционная основа представлялись отнюдь не одинаковыми в Мексике индеец на самом деле стал полновластным президентом в 1850-х годах но все равно повсеместно сохранился раскол между индейцами метисами и представителями европейского рода серьезно укрепивших свое положение когда после 1870-го года приток переселенцев значительно увеличился население латиноамериканских стран в 1800-м году оценивалось приблизительно в 19 миллионов человек столетия спустя его оценивали в 63 миллиона рост народонаселения всегда служил показателем повышения его благосостояния практически все латиноамериканские страны располагали крупными природными ресурсами в том или ином виде иногда по поводу их принадлежности вспыхивали вооруженные стычки так как обладание полезными ископаемыми ценилось все выше по мере развития индустриализации в Европе и Соединенных Штатах самое просторное и богатейшее пастбище в мире находились на территории Аргентины с изобретением рефрижераторных судов в 1880-х годах эта страна превратилась сначала в скотобойню Англии а позже еще и в ее житницу в конце 19 века Аргентина считалась богатейшей из всех латиноамериканских стран Чили достались огромные запасы нитратов отобранные у Боливии и Перу в ходе Тихоокеанской войны 1879-1883 годов в Венесуэле месторождение нефти ценность того и другого значительно выросла в 20 веке в недрах Мексики тоже находились большие запасы нефти в Бразилии можно было отыскать практически все кроме нефти прежде всего кофе и сахар список можно продолжить но он только послужит подтверждением того что растущее благосостояние народов Латинской Америки поступало в первую голову от первичной переработки сырья и от ввоза капитала из Европы и США предназначенного для освоения природных богатств континента тогдашнее увеличение богатства тем не менее влекло за собой два неизбежных отрицательных момента одним из них следует назвать то что с ростом общего богатства государства отнюдь не устранялось кричащее неравенство в его распределении внутри этих стран на самом деле разрыв между богачами и нищим населением увеличился неимоверно последствием диспропорции в распределении богатства считается неразрешенность проблемы социальной равно как этнической напряженности внешне вполне европеизированная жизнь сливок городского общества разительно отличалась от условий существования массы индейцев и метисов различие усугублялось на фоне зависимости латинской америки от объема поступлений иностранного капитала вполне обоснованно иностранные инвесторы требовали гарантии возврата собственного капитала их они получали далеко не всегда и поэтому им не оставалось ничего иного кроме как всячески поддерживать существующие социально-политические власти наживавшиеся на нищете своих народов в таких условиях с наступлением двадцатого столетия потребовались считанные годы чтобы при тогдашнем положении вещей в Мексике произошла социальная революция раздражение и недовольство иностранных инвесторов лишенных возможностей для взыскания причитающихся им долгов иногда становились причинами дипломатических конфликтов и даже вооруженного вмешательства сбор долгов в конце то концов отнюдь не считался возрождением колониализма и министры европейских правительств слали грозные предупреждения подкрепив их на протяжении того столетия несколькими случаями применения силы когда в 1902 году власти Великобритании Германии и Италии совместными усилиями устроили морскую блокаду Венесуэлы ради взыскания долгов причитающихся их подданным пострадавшим от революционных невзгод американцам пришлось пойти дальше тех мер что предусматривались доктриной Монро со времен Техасской Республики и дальше отношения США с их соседями никогда не считались простыми остаются они сложными и сегодня факторов их усложняющих всегда хватало с излишком в доктрине Монро сформулирован основополагающий интерес США в предохранении своего полушария от вмешательства европейцев и первый панамериканский конгресс съезд послужил еще одним шагом в этом направлении когда американцы созвали его в 1889 году но его участники уже никак не могли предотвратить укрепление экономических связей с Европой как это удалось после революции когда прекратились все отношения Соединенных Штатов с Великобританией северные американцы тоже вложили свои капиталы в южноамериканские страны и в скором времени у них появились претензии которые они не замедлили предъявить местным правительствам более того к концу столетия всем стало ясно что стратегическая ситуация служившая фоном для обоснования доктрины Монро изменилась пароходы и повышение американского интереса к дальневосточной и тихоокеанской зонам послужили появлению в Вашингтоне трепетного отношения к тому что происходило в Центральной Америке и Карибском море где постепенно назревала готовность к строительству канала через перешеек в начале двадцатого века появляется нынешний деспотизм и даже высокомерие в политике Соединенных Штатов Америки по отношению к своим соседям когда после скоротечной войны с Испанией американцы подарили диктатору Кубы самостоятельность и отобрали Пуэрто-Рико у Испании для себя в текст новой кубинской конституции внесли специальное ограничение чтобы навсегда привязать Гавану в качестве сателлита Вашингтона территорию вдоль Панамского канала американцы приобрели за счет вмешательства в дела Колумбии проблему задолженности Венесуэлы вообще решили с применением американской силы под предлогом ее так называемого логического происхождения из доктрины Монро тут же поступило заявление практически мгновенно получившее практическое применение на Кубе и в Доминиканской республике о том что США будут использовать свое право на вмешательство в дела любого государства расположенного в западном полушарии внутренняя политика которого находится в таком беспорядке что может послужить соблазном для вмешательства европейцев позже под этим предлогом в 1912 году один американский президент отправил морских пехотинцев в Никарагуа а другой в 1914 году занял мексиканский порт Веракрус и тем самым попытался принудить мексиканское правительство к выполнению его требований в 1915 году появилось соглашение об установлении протектората над Гаити которому суждено было оставаться в силе на протяжении сорока лет на этом грустная повесть об отношениях между США и их соседями не заканчивается хотя для понимания общей фабулы сказанного уже вполне достаточно в любом случае ее роль заключается всего лишь в симптоматике двойственного положения латиноамериканских государств относительно Европы укорененным в ее культуре связанным с ней экономическими интересами этим странам с политической точки зрения приходилось устраняться от сплетения с ней разумеется все это совсем не означало что их не считали насколько это касалось европейцев девятнадцатого века представителями белого большинства в тех условиях когда проводилось различие между бледнолицыми представителями европейской цивилизации и всеми остальными народами планеты когда европейские вершители политики говорили о так называемых латиноамериканцах они имели в виду их представителей европейского происхождения прежде всего городское грамотное привилегированное меньшинство а не массы переселенцев индейцев и негров дробление испанской империи вскоре после бегства из нее целых тринадцати колоний подтолкнуло многих людей к мысли о том что поселенцы остальных колоний принадлежавших британской империи тоже могут в ближайшее время избавиться от власти Лондона это случилось но вряд ли так как кто-то мог рассчитывать в конце девятнадцатого века в британском юмористическом журнале Панч появилась патриотическая карикатура автор которой изобразил британского льва одобрительно взиравшего на шеренги львят вооруженных и одетых в форму заморских колоний Лондона все львята выглядели как лихие солдаты добровольческих контингентов присланных из всех уголков империи для участия в войне на стороне британцев в то время ведущую важную кампанию в Южноафриканской республике веком раньше никто даже думать не мог о возможности участия солдат из колоний в войне на стороне метрополии события 1783 года оставили глубокие следы в сознании британских государственных деятелей колонии которые они считали предельно для них знакомыми оказались хитрыми требующими денег приносящими мало пользы вовлекающими метрополию в бесплодную борьбу с другими державами и коренными народами причем в конечном счете явились теми кто кусает руку дающего недоверие к клубкам колониальных проблем которые порождали такие представления помогло в конце 18 века сместить британский имперский интерес в сторону перспектив торговли с азиатскими странами казалось что на Дальнем Востоке не возникнет никаких сложностей создающихся европейскими поселенцами а в восточных морях отсутствует какая-либо потребность дорогостоящих вооруженных силах которые не могли бы успешно заменить моряки королевских ВМС короче говоря такие настроения господствовали в британских официальных кругах на протяжении всего 19 века при этом политики пытались улаживать сложные дела каждая из колоний основываясь прежде всего остального на экономии и предотвращении бед на огромных пространствах Канады и Австралии такая политика вела через бурь к окончательному объединению отдельных колоний федеральные структуры с назначением ответственными за них собственных правительств в 1867 году появился доминион Канады и в 1901 году за ним последовало провозглашение Австралийского Союза в каждом случае образованию Союза предшествовало назначение в изначальной колонии собственного ответственного правительства и в каждом случае возникали свои трудности в Канаде большой проблемой считалось существование французской канадской общины в провинции Квебек в Австралии противопоставление интересов поселенцев и уголовников последнюю партию которых прислали в 1867 году к тому же следует учитывать громадные просторы Канады и Австралии заселенные очень неплотно и с их населением требовалось вести большую пропагандистскую работу чтобы оно в конечном счете почувствовало свое национальное единство в каждом случае процесс продвигался медленно последний костыль на трансконтинентальной магистрали канадской тихоокеанской железной дороги вбили в 1885 году а сдачу в эксплуатацию трансконтинентальной магистрали в Австралии долгое время откладывали из-за разной ширины колеи в отдельных штатах в конце концов укреплению национализма способствовало осознание потенциальных внешних угроз например в виде экономической мощи США и массового переселения народов Азии и конечно же препирательства с британцами Новая Зеландия тоже доросла до собственного ответственного правительства но недостаточно локального подходящего намного меньшей стране европейцы начали пребывать на архипелаг с 1790 годов и они нашли там коренной народ под названием Маори находившийся на уровне передовой и сложной культуры его непрошенные гости решили уничтожить очень вовремя явились миссионеры постаравшиеся отвадить от Новой Зеландии поселенцев и купцов но они все равно туда прибыли когда показалось будто некий французский предприниматель вроде бы собирается открыть французское предприятие британское правительство по крайней мере неохотно уступило нажиму оказываемому на него миссионерами и кое кем из поселенцев и в 1840 году объявило о британском суверенитете над Новой Зеландией в 1856 году этой колонии предоставили ответственное правительство и только из-за войн с Маори британских солдат оттуда не выводили до 1870 года прошло совсем немного времени и старые провинции утратили остатки своих правовых полномочий в последующие годы того столетия новозеландские правительства продемонстрировали завидную самостоятельность с замечательной независимостью и толковостью в проведении в жизнь мер передовой политики общественного благосостояния а в 1907 году наступила эпоха полного самоуправления она пришла через год после того как участники колониального съезда в Лондоне приняли решение о том что впредь зависимое государство с системой самоуправления следует называть доминионами причем фактически к ним относились колонии поселений белых людей еще одному такому образованию соответствующий статус присвоят перед 1914 годом Южноафриканскому союзу появившемуся в 1910 году так закончилась долгая и грустная глава можно сказать самая грустная глава в истории Британской империи а за ней началась новая глава в истории Африки которая через несколько десятилетий выглядела ничуть не веселее британской до окончания 1814 года когда власти Великобритании из стратегических соображений придержали прежнюю голландскую колонию на мысе Доброй Надежды ни один британский колонист в Южной Африке не поселился эту территорию назвали Капской колонией и в скором времени туда прибыло несколько тысяч британских поселенцев которые при численном превосходстве голландцев пользовались поддержкой британского правительства в деле навязывания своих британских представлений и прав с этого момента начался период сведения на нет привилегий буров как тогда назвали голландских фермеров в частности их возмущали и раздражали любые ограничения свободы в общении с коренными африканцами по собственному усмотрению величайшее негодование у буров возникло когда в результате общей отмены рабовладения на британской территории около 35 тысячам их рабов предоставили свободу а возмещение выплатили недостаточное убежденные в том что британцы не откажутся от политики выгодно исключительно коренным африканцам а с учетом нажима на британские правительства такой вывод представляется вполне разумным в 1835 году буры решились на массовый исход из освоенных ими африканских областей это великое переселение на север с форсированием оранжевой реки сыграло решающую роль в формировании самосознания африканера самоназвания жителей южноафриканской республики нидерландского а также французского и немецкого происхождения так начинался затяжной период на протяжении которого англосаксы буры и африканцы пытались выжить как порознь так и вместе но всегда мешая друг другу и нагнетая напряженность в отношениях бурскую республику на территории провинции Наталь в скором времени преобразовали в британскую колонию на бумаге ради того чтобы предохранить африканцев от эксплуатации белыми людьми на самом же деле целью ставилось противодействие учреждению голландского порта которая однажды могла бы использовать враждебная держава для создания угрозы британским путям сообщения с Восточной Азии последовал очередной массовый исход буров на этот раз на север от реки Вааль так случилось первое расширение британской территории в Южной Африке зато оно послужило образцом достойным повторения помимо человеколюбивых устремлений британским правительством и британскими колонистами двигала потребность в налаживании добрых отношений с африканскими народами которые иначе как это уже продемонстрировали зулусы в борьбе против буров создадут непреодолимую проблему восстановления и порядка мало чем отличающуюся от устроенной коренными американцами в предыдущем веке к середине столетия на севере Южной Африки существовали две бурские республики оранжевое свободное государство и трансвааль а в это время капская колония и наталь находились под британским флагом с выборными ассамблеями депутатов которые могли избирать немногочисленные негры отвечающие необходимым имущественным критериям под британским протекторатом находилось к тому же несколько коренных государств в одном из них под названием Басуто-Лэнд буры фактически подпали под юрисдикцию негров вызывавшую особое раздражение со стороны тех же буров при этих обстоятельствах рассчитывать на добрые отношения не приходилось и в любом случае британские власти часто расходились во взглядах с колонистами Капской области которые после 1872 года получили собственное ответственное правительство к тому же появились новые факты открытие месторождения алмазов послужило поводом для аннексии британцами еще одного участка чужой территории чем поскольку он лежал к северу от оранжевой реки они возмутили буров очередным раздражением для буров стала поддержка британцами басутов которых те в свое время разгромили наконец губернатор Капской колонии совершил недальновидный поступок когда аннексировал республику Трансвааль после успешного бургского восстания и позорного поражения британских войск британским властям хватило ума не настаивать на своем и в 1881 году восстановить независимость бургской республики но с этого момента от расчетов на возрождение доверия буров к британской политике в Южной Африке пришлось отказаться навсегда через 20 лет в силу двух новых непредвиденных изменений все закончилось войной одним из них стала мелкомасштабная промышленная революция в республике Трансвааль где в 1886 году обнаружили месторождение золота в результате начался мощный приток старателей и спекулянтов вмешательство носителей внешних финансовых интересов государства африканеров обеспечило финансовые ресурсы для выхода из британского сюзеренитета который пришлось без особой радости когда-то принять свидетельством того что произошло можно считать Йоханнесбург который за несколько лет вырос в единственный в Африке южнее Замбези город с населением больше 100 тысяч человек второе изменение заключалось в захвате другими европейскими державами остальных стран Африки в 1880 и 1890 годах на что британские власти отвечали укреплением своих намерений всеми силами сохранять британское присутствие в капской колонии обреченной на ключевую роль в контроле над морскими маршрутами на восток и все больше зависящей от состояния движения между трансвалем приносящего основной доход общий замысел состоял в том чтобы заставить британские власти ощутить беспокойство по поводу любой возможности приобретения трансвалем самостоятельного выхода к Индийскому океану это беспокойство сделало его податливым нажиму со стороны разномастной группы состоявшей из идеалистически настроенных империалистов капских политиков английских демагогов и теневых финансистов спровоцировавших конфронтацию с бурами в 1899 году закончившуюся ультиматумом от президента трансвааля Пауля Крюгера и развязыванием англо-бурской войны Крюгер питал глубокую неприязнь к британцам мальчиком он принял участие в большом переселении буров на север известные с викторианских времен традиции британской армии в полной мере подтвердились в последней войне за господство англо-саксов как на уровне беспомощности и некомпетентности продемонстрированных некоторыми представителями высшего командования из интендантских служб так и обходительности на уровне полкового офицерства с личным составом перед лицом храброго и хорошо вооруженного врага боевая подготовка которого не оставляла шансов на победу над ним но сомнений в исходе начатого британцами дела не допускалось как заявила сама королева обладавшая совершеннейшими среди своих подданных стратегическими суждениями возможностей поражения британской армии просто не существовало Южная Африка представляла собой театр военных действий изолированный британской морской мощью ни одна из других европейских наций не могла оказать помощь бурам а сосредоточение многократно превосходящих людских и материально-технических ресурсов оказалось всего лишь делом времени все это обошлось очень дорого в Южную Африку пришлось отправить больше четверти миллиона британских солдат и вызвало большие сожаления когда речь зашла о британской внутренней политике к тому же на международной арене картина тоже предстала не в лучшем виде буров все считали угнетенным народом так оно и было но либеральная одержимость девятнадцатого века национальной принадлежностью в этом случае как и во многих других не позволило добропорядочным обозревателям рассмотреть кое-что скрытое в тени национализма к счастью британскую государственность удалось достаточно вразумить чтобы ее деятели заключили великодушный договор позволивший завершить войну в 1902 году когда буров уже крепко потрепали на поле боя так бурским республикам пришел конец зато моментально пошли уступки в 1906 году у трансвале появилось собственное ответственное правительство которое несмотря на многочисленное негритянское население привлеченное туда ради налаживания горной добычи оказалось под контролем буров после победы на выборах в следующем году практически сразу они начали издавать законы предназначенные для сдерживания переселенцев из Азии прибывавших в основном из Индии один молодой индийский юрист по фамилии Ганди как раз тогда занялся политикой в качестве защитника прав своего сообщества в 1909 согласовали проект Конституции Южноафриканского союза в котором предусматривалось равенство голландского и английского языков а главное формирование правительства избранной ассамблеи в соответствии с избирательными процедурами каждой из провинций в бургских областях избирательное право ограничивалось белым населением теперь стоит поподробнее остановиться на примирении того времени когда европейцы в те времена говорили о так называемой расовой проблеме в Южной Африке они подразумевали проблему отношений между британцами и бурами примирения которых надо было срочно добиваться изъянам этого примирения предстояло проявиться через некоторое время увидев эти изъяны все поняли что они появились в силу исторического предназначения африканера оказавшегося важнее чем народ на это надеялся не стоит забывать и о преобразовании южноафриканского общества начавшегося с индустриализации золотых приисков ранда придавшей невероятную инерцию проблеме черных африканцев в этом отношении будущее Южной Африки во многом определялось тенденциями мировой экономики не меньше чем судьба остальных британских доминионов включенных в мирные процессы Канада точно так же как США с прокладкой железных дорог на их равнинах превратилась в одно из огромных зернохранилищ Европы жители Австралии и Новой Зеландии впервые использовали свои огромные пазвища чтобы заняться заготовкой шерсти пользовавшейся растущим спросом у владельцев европейских мануфактур тогда изобрели систему искусственного охлаждения которую стали использовать для хранения мяса а в случае Новой Зеландии молочной продукции в результате эти новые народы стали массово производить товары способные значительно повысить отдачу сельскохозяйственной деятельности по сравнению с тем что давали плантации табака с 17 века относительно Южной Африки отличие состоит в том что место данной страны на мировом рынке полезных ископаемых будет обнаруживаться постепенно позже на этом же рынке появится Австралия начало всему было положено деятелями алмазной отрасли но главным шагом вперед считается обнаружение золота на прииске Ранд в 1880 годах освоение природных богатств потребовало вложения капитала и знаний пригодившихся для освоения новых месторождений полезных ископаемых доход обеспеченный Южной Африкой далеко не ограничивался прибылями европейских компаний и акционеров он дал увеличение поставок золота в мировом масштабе ожививших европейскую торговлю не меньше чем калифорнийские открытия 1849 года с нарастанием человеколюбивых и миссионерских настроений в Англии а также с появлением устоявшейся в Министерстве по делам колоний традиции недоверия к требованиям поселенцев стало труднее забывать о коренном населении белых доминионов чем американцам было смести со своего пути индейцев равнин все-таки в нескольких британских колониях концепции модернизма оказали свое влияние на беззащитное общество не располагавшее доступом к техническим новинкам канадских индейцев и эскимосов отодвинули в сторону чтобы открыть месторождения запада и северо-запада для освоения народы эти были относительно малочисленными поэтому они не могли оказать того сопротивления какое продемонстрировали в своей героической борьбе индейцы равнин сражавшиеся за свои охотничьи угодья жители Австралии тоже ждала кровопролитная судьба общество аборигенов охотников и собирателей потеснили из привычной среды обитания жителей поселений их племена настроили на вражду и насилие из-за непостижимой жестокости белых австралийцев а принесенные ими заболевания стремительно косили коренное население первое десятилетие всех австралийских колоний обильно политы кровью истребленных аборигенов последующие их годы печально известны пренебрежением к судьбе запугиванием и эксплуатацией выживших коренных австралийцев в Новой Зеландии прибытие первых белых людей ознаменовалось появлением стрелкового оружия у народа Маори который сначала использовал его против соотечественников нанеся им большой урон позже пришло время войн с правительством поводом для которых послужило изгнание поселенцами народа Маори с его родных земель по собственному разумению министры правительства предприняли шаги с целью предохранения племенных земель от дальнейшей экспроприации но с внедрением английских понятий частной собственности произошло дробление племенных водчин и фактическая их утрата общинами к концу века численность Маори тоже сократилась но не настолько радикально как численность австралийских аборигенов в настоящее время Маори насчитывается гораздо больше чем в 1900 году их численность растет стремительнее чем численность новозеландцев европейской расы что же касается Южной Африки то картина выглядит очень запутанной британцы с их покровительством обеспечили выживание некоторых коренных народов дошедших до 20 века на собственных землях предков практически в первозданном виде остальных земли предков прогнали или просто истребили во всех случаях однако загадка ситуации заключалась в том что в Южной Африке как и везде судьба коренных жителей всегда решалась европейскими пришельцами их физическое выживание зависело от налаживания равновесия интересов власти и ее экономических возможностей с потребностями и традициями поселенцев при том что на тот момент коренные жители могли доставлять большие военные неудобства например зулусы кетчвайо испортили на время жизнь колонизаторам как и партизаны маори самостоятельного сопротивления в большей степени чем ацтеки тем же кортесом они организовать не могли коренным народам чтобы научиться сопротивлению колонизаторам требовалось пройти обряд европеизации цену за основание новых европейских наций за морями всегда платили коренные жители причем часто на пределе их способности речь на этом еще не заканчивается остается головоломка собственного оправдания европейцы наблюдали за всем происходящим со стороны и даже не пытались смешиваться назвать всех европейцев огульно людьми испорченными и алчными представляется большим упрощением ответ должен лежать в складе мышления европейца как и представители многих других направлений культуры своего времени европейцы считали что только они заслуживают звание передового и цивилизованного народа и поэтому обладают правом на управление другими людьми однако вера европейцев в собственное превосходство часто достигала некоторой степени фанатизма питаемого религией и этноцентризмом иногда такие воззрения служили основой примитивного расизма но гораздо чаще особенно в великобритании во франции с 19 века и позднее они подталкивали на совершенствование мира его рационализацию и преобразование в соответствии с европейскими понятиями прогресса убежденность в принадлежности к более высокой цивилизации не только служила разрешением на проявление хищнических привычек чем раньше отличалось тоже христианство но и во многих случаях поддерживало настрой в духе крестоносцев европейцы свято верили в то что они несут нечто лучшее этим слепцам не видевшим собственное благо когда им заменяли племенные права частной собственностью превращали охотников и собирателей носивших все свое добро с собой в наемных работников или солдат глава шестая империализм и имперское правление управление иноземными народами и чужими землями осуществлявшиеся европейцами наглядно свидетельствует о том что они управляли всем миром вразрез с нескончаемым спором по поводу того чем был империализм и что он представляет собой сейчас видится полезным начать с простого понятия прямого и формального господства одних людей над другими какими бы расплыпчатыми ни казались границы прочих видов власти над зарубежным для европейцев миром при этом не следует ждать ни вопросов ни ответов относительно причин или побуждений на описание которых потрачено море времени чернил и размышлений с самого начала наблюдалось функционирование разнообразных и подвижных причин и далеко не все проявлявшиеся побуждения выглядели неблагоприятными или самообманом империализм присущ не одной единственной эпохи он продолжался на всем протяжении истории не считается он чем-то особенным для отношений представителей Европы с властями прочих государств по другую сторону морей поскольку имперское правление распространилось по суше а также через моря причем кое-кто из европейцев управлял иноземцами и кое-кто из иноземцев управлял европейцами как бы то ни было в девятнадцатом и двадцатом веках это понятие стали чаще всего связывать с европейской экспансией и прямое господство европейцев над остальным миром к тому времени выглядело намного более очевидным фактом чем когда-либо прежде особенно потому что европейцам сопутствовала мощь индустриализации и капиталистических рынков при том что американские революции послужили поводом для предположения об упадке европейских империй создававшихся на протяжении двух предшествующих веков в последующую сотню лет европейский империализм удалось не только сохранить но и даже придать ему большую эффективность процесс этот можно разделить на два отличных друг от друга этапа а тот что восходит приблизительно к 1870 году вполне можно назвать первым некоторые из старинных имперских держав тогда продолжали зримо увеличиваться в размере к таким империям отнесем Россию Францию и Великобританию остальные остановились в росте или начали уменьшаться как например голландская испанская и португальская империи российская экспансия на первый взгляд во многом напоминала американский опыт заселения североамериканского континента и установление господства над более слабыми соседями а также действия британцев в Индии но на самом деле движение русских во внешний мир представляется совершенно особым случаем к западу от России располагались зрелые признанные европейские государства где было бы глупо рассчитывать на безусловное территориальное приобретение то же самое с незначительными оговорками можно сказать о захвате турецкой территории придунайских областей так как на них постоянно залились прочие европейские державы правители которых мечтали остановить продвижение русских русские пользовались гораздо большей свободой действий на юге и в восточном направлении первые три четверти девятнадцатого века принесли России великие приобретения в обоих этих направлениях победоносная война против Персии 1826-1828 годы привела к учреждению российской военно-морской мощи на Каспийском море а также к присоединению территории Армении центральной Азии практически непрерывное продвижение на территорию Туркестана и к центральным оазисам Бухары и Хивы завершилась аннексией в 1881 году всего Прикаспийского региона в Сибири энергичная экспансия сопровождалась отъемом у Китая левого берега Амура до самого моря и основанием в 1860 году русской дальневосточной столицы города Владивостока Чуть позже власти России отказались от своих водчин на территории Америки продав Аляску США на 99 лет Внешне все выглядело так будто русский царь пожелал остаться владыкой Азии и Тихоокеанской зоны и не лезть в Америку Два других динамичных имперских государства данной эпохи Франция и Великобритания вели экспансию на заморских территориях Причем многие территориальные приобретения достались британцам за счет Франции Революционные и наполеоновские войны в этом отношении оказывались финальными схватками великого колониального англо-французского соперничества еще XVIII века Как в 1714 и 1763 годах Многие приобретения Великобритании в победном мире 1815 года содействовали укреплению морской мощи Данной цели служили Мальта Сент-Люсия Ионические острова Мыс Доброй Надежды Мавритий и Тринкомали Шри-Ланка В скором времени в королевских ВМС начали появляться пароходы Поэтому начальникам гарнизонов баз вменили в обязанность создания запасов угля Теперь потребовались новые приобретения В 1839 году из-за мятежей внутри Османской империи у британцев появилась возможность для захвата Адена превращенного в базу стратегического значения на пути в Индию Его оказалось мало После Трафальгара ни одна держава не могла повторить такого подвига Дело не в том что некому было собрать ресурсы и попытаться отобрать военно-морское превосходство у Великобритании Просто для этого потребовались бы огромные усилия Ни одна другая страна не располагала таким числом судов или морских баз чтобы стоило заняться борьбой с британцами за морское владычество К тому же всем странам было выгодно иметь в наличии крупнейшую в мире торговую державу взявшую на себя заботу об охране порядка на морях без которого трудно было обойтись военно-морское превосходство служило защите торговли обеспечившей британским колониям участие в наиболее стремительно растущей коммерческой системе того времени еще до американской революции британская политика способствовала процветанию коммерческих предприятий больше чем политика испанцев или французов тем самым росло благосостояние и процветание самих старинных колоний и более поздним доминионам это тоже шло на пользу между тем колонии переселенцев после американской революции в лондоне вышли из моды их стали считать источником бед требующих больших расходов все-таки Великобритания оставалась единственной европейской страной из которых существующие колонии отправляли новых поселенцев в начале девятнадцатого века и жители тех колоний иногда вовлекали власти митрополии в расширении территориального правления на чужие земли на примере некоторых территориальных приобретений особенно в Южной Африке можно проследить заботу в Лондоне о притворении в жизнь новой стратегии и обеспечении связи с Азией при этом возникали весьма сложные задачи несомненным видится то что после провозглашения американской независимости и доктрины Монро привлекательность западного полушария как области имперской экспансии поубавилась но происхождение изменения британского интереса к востоку можно увидеть еще до 1783 года в открытии Южного Тихого океана и в растущей азиатской торговле война с Нидерландами когда они считались французским союзником впоследствии потребовала нового британского предприятия в Малайе и Индонезии но главное следует отметить заключалась в постоянно углубляющемся британском вовлечении в дела Индии к 1800 году важность индийской торговли уже считалась центральной аксиомой британских коммерческих и колониальных воззрений к 1850 году сложилось представление о том что остальную часть британской империи пришлось приобрести исключительно по причине стратегической привлекательности исходящей от Индии к тому времени расширение полного британского контроля внутри самого субконтинента было фактически завершено оно было и оставалось стержнем британского империализма на это едва ли кто-то рассчитывал или даже мог себе что-то подобное представить в 1784 году учреждение так называемого двойного управления сопровождалось решениями по пресечению новых приобретений на индийской территории опыт американского восстания послужил укреплению политики относительно новых территориальных приобретений все-таки при этом проблема оставалась нерешенной так как посредством распоряжения доходами остынской компании дела завязывались на коренную администрацию в связи с этим возникала большая как никогда важность пресечения порочной чрезмерности в проведении отдельных госслужащих которая считалась терпимой на заре частной торговли постепенно появилось согласие в том что правительство Индии представляло интерес для парламента не только потому что оно могло бы служить великим источником покровительства но также и потому что правительство в Лондоне несло ответственность за добросовестное управление индийцами пейзаж на фоне которого рассматривались индийские дела постоянно менялся через два столетия на протяжении которых двор великих моголов внушал первым купцам посетившим их страх и изумление появилось презрение к тому что при ближайшем знакомстве выглядело как отсталость суеверие и неполноценность после возникли признаки перемен несколько иного рода в то время как победитель битвы при Плесси Роберт Клифф даже не пытался говорить на каком нибудь индийском наречии первый британский генерал-губернатор Индии Уоррен Гастингс рассчитывал занять пост декана персидской кафедры в Оксфорде поощал внедрение первого в Индии печатного дела и изобретение печатного шрифта народного бенгальского языка появилось понимание большой сложности и многообразия индийской культуры в 1789 году в Калькутте начинает выходить первый посвященный Востоку научный журнал азиатские исследования между тем на более практичном уровне управления судьи компании уже перешли к исламскому праву при рассмотрении семейных дел касающихся мусульман а в это время руководство налоговой службы Мадраса занималось организацией финансированием строительства индуистских храмов и проведением праздничных мероприятий с 1806 года диалекты индийского языка преподавали в колледже Хайлибери принадлежащем Остынской компании в устав этой компании периодически вносили обновления в свете изменений роли и целей англо-индийских отношений тем временем круг обязанностей правительства расширялся в 1813 году положениями нового устава предусматривалось дальнейшее укрепление контроля со стороны Лондона и отменялась монополия Остынской компании на торговлю с Индией к тому времени в ходе войны с Францией британская власть распространилась на Южную Индию посредством аннексии и согласования договоров с коренными правителями сохранившими контроль над своей внешней политикой к 1833 году когда снова обновили хартию на торговую деятельность единственный крупный участок территории находившейся за пределами прямого или опосредованного управления компанией располагался на северо-западе Индии аннексия провинций Пенджаб и Синд случилась в 1840 годах и с установлением своего господства в Кашмире британцы распространили его практически на целый субконтинент Остынская компания к тому времени прекратила свое существование в качестве коммерческой организации и приобрела функции правительства из устава 1833 года изымались торговые функции не только с Индией но и положение провозглашавшее монополию на торговлю с Китаем а остальные сужали до административной роли по нынешним представлениям получалось так что Азия объявлялась зоной свободной торговли открывался путь для завершения во многом реального и символического разрыва с прошлым Индии и окончательного присоединения субконтинента к миру тяготеющему к современным стандартам имя великого могола перестали чеканить на монетах а персидский язык больше не использовался для составления официальных и юридических документов что считалось жестом более чем символическим этим шагом не только ознаменовалось внедрение английского языка в качестве официального причем преподавание тоже велось на английском а к тому же нарушилось равновесие сил между индийскими общинами дела у овладевших английской культурой индусов пошли лучше чем у подавляющего большинства мусульман на субконтиненте настолько расколотом самым причудливым образом внедрение английского языка в качестве языка управления государством было дополнено важным решением предоставить начальное образование через просвещение на английском языке пусть даже немногие индийцы его приобретут в то же время в результате проводимой в жизнь чередой генерал-губернаторов политики просвещенной деспотии начался процесс материального и нормативного совершенствования государственной системы прокладывали новые дороги и каналы а в 1853 году появилась первая железная дорога ввели в юридическую силу своды законов в специально образованном колледже начали подготовку английских чиновников для работы вастынской компании первые три университета в Индии основали в 1857 году существовали и прочие учебные заведения еще в 1791 году один шотландец основал санскритский колледж в городе Бенарес в Аранаси считавшимся лурдом индуизма большая часть преобразований постепенно происходивших в Индии началась не в силу непосредственных решений правительства а из-за обретения все большей свободы предоставлявшейся тем или иным агентством в их работе с 1813 года прибытие миссионеров руководство остынской компании до того времени их не пускало послужило постепенному увеличению на родине отряда меценатов озабоченных тем что происходило в Индии часто к возмущению официальных кругов страны приверженцы двух основных положений на самом деле соревновали за то чтобы заставить правительство функционировать с пользой для дела прагматики пытались проповедовать счастье для всех христиане евангелисты искали пути спасения душ обе группы самонадеянно считали что они-то знали главное благо для Индии совместными усилиями они меняли отношение британцев к Индии по мере того как шло время свою роль к тому же сыграло появление парохода Индия стала ближе больше англичан и шотландцев отправлялись туда жить и делать там карьеру постепенно изменилась природа британского пребывания среди индийцев сравнительно немного сотрудников остинской компании 18 века соглашались на жизнь в изгнании получать вознаграждение от коммерческих предприятий и отдыхать в обществе тех же индийцев они часто перенимали стиль жизни индийских господ кто-то переодевался в индийское платье и переходил на индийский рацион питания кто-то обзаводился индийскими женами и наложницами настроенные на реформы британские чиновники вынашивавшие намерение искоренить отсталость и варварство в быту коренного населения причем в условиях когда убивали новорожденных девочек и практиковали сати им было где развернуться миссионеры помешанные на проповеди разлагающей всю структуру индуистского или мусульманского общества и прежде всего англичанки прибывшие ради создания уюта в Индии своим мужьям работающим в этой стране часто не одобряли сложившиеся традиции сотрудников Джон Кампани разговорное название остынской компании они изменили характер британской общины которая все больше отчуждалась от коренных жителей члены ее все больше убеждались в моральном превосходстве служившем оправданием их власти над индийцами стоявшими на ступень ниже по культурному и нравственному развитию праждебность правителей становилась все более осознанной по отношению к тем кем они правили один из них одобрительно говорил о своих соотечественниках как о представителях воинственной цивилизации и определил их задачу как привитие основ европейской культуры народом страны отличавшейся большой плотностью населения в большинстве своем неграмотного погруженного в суеверие идолопоклонства инертного приверженного фатализму равнодушного практически ко всему тому что европейцы считают жизненным злом и предпочитающего с ним мириться а не стараться устранить его с пути такое последовательное кредо разительно отличалось от кредо англичан предыдущего века которые целомудренно стремились в Индии только к одной единственной цели заработать как можно больше денег теперь при том что новые законы противоречили интересам полновластного коренного населения британцы все больше сокращали общение с индийцами все упорнее опускали образованного индийца на низшую ступень управления государством и уходили в замкнутые но привилегированные сферы своей частной жизни прежние завоеватели оказались в большей или меньшей степени поглощенными индийским обществом британцы викторианского склада ума благодаря современным техническим достижениям постоянно возобновлявшие свои контакты с родиной с их уверенностью в собственном интеллектуальном и религиозном превосходстве остались прежними и даже стали еще более надменными какими никогда не были предыдущие завоеватели и при этом они не могли не перенять многого у жителей Индии о чем можно судить по разнообразному наследию появлявшемуся на английском столе перед завтраком и обедом но при этом возникла цивилизация противостоящая Индии хотя исключительно английской назвать ее нельзя вместо подожди подожди для